Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Титюшкин, психиатр, психотерапевт и врач с многолетним оптом, больше 25 лет опыта. И вы скажете, почему на бизнес-канале у меня врач-психотерапевт? Сейчас поймете, смотрите этот выпуск до конца. Михаил, спасибо, что нашли для нас время. Спасибо вам. Я думаю, вашей аудитории будет интересно. Я тоже так думаю. Сразу хочу начать с такого вопроса, что по моим ощущениям, я где-то слышал у вас, что примерно 30% всего населения вообще земли страдает какими-либо расстройствами, тревогами, тревожно-депрессивными и так далее. Среди предпринимателей эта статистика сильно выше. И, честно говоря, среди моих друзей и знакомых я не знаю ни одного предпринимателя, который бы жил прекрасную легкую жизнь, ни о чем не думал, у него не было бы каких-то тревог. Все стабильно раз в какой-то период времени ловят какую-то депрессию, по крайней мере мы это так называем. Что с предпринимателями не так и почему мы к этому все склонны так сильно? Ну, тут не с предпринимателями что-то не так. Действительно, если говорить о распространенности психоэмоциональных расстройств, то она последние 30 лет растет, растет каждый год. Собственно, Всемирная организация здравоохранения меняет прогнозы, ну, где-то раз в 10, раз в 20 лет в сторону увеличения. И вот эти вот 30%, это не то, что одновременно 30%, каждый третий житель планеты Земля страдает тем или иным психическим расстройством, это на протяжении жизни. Но сейчас этот процент уже выше. То есть это можно было бы назвать эпидемией, если бы этот термин был применим к психоэмоциональным расстройствам. А так это напрямую зависит от образа жизни человека в том числе, потому что, допустим, заболевания, которые обусловлены генетически, ну, там, возьмем самые известные шизофрения и тому подобное, они имеют более или менее постоянный процент, который не меняется на протяжении десятилетий. А вот расстройства, связанные с внешними обстоятельствами, расстройства адаптации, депрессивные реакции, тревожные реакции, они напрямую зависят от образа жизни, они напрямую зависят от интенсивности психоэмоциональных нагрузок, которые растут постоянно. И не просто психоэмоциональные нагрузки, как там какой-то наезд в бизнесе, там, рейдерский захват, обязательно что-то такое ужасное, да, там, маски-шоу, там, взрывы автомобилей и так далее. Не обязательно совершенно. Просто даже сам по себе рост объема информации, которую необходимо постоянно перерабатывать, с которой надо работать, неизбежно надо работать, даже если ты не занимаешься аналитикой, но все равно объем информации увеличивается. Если раньше он увеличивался вдвое, там, за 10 лет, потом за 5, за год, то сейчас уже, по-моему, меньше месяца проходит, и объем информации в мире в целом, тот, который человек получает, увеличивается в два раза. То есть такая своего рода информационная интоксикация. Это тоже, безусловно, влияет на психическое здоровье, и бизнесменов это касается в первую очередь. У меня возникает вопрос. Изначально предприниматели идут в эту деятельность по одной из причин, что они ищут счастья, реализации каких-то вот таких вот вещей, да, если в целом выделить. Ну, не хочется так выделять, конечно, но, тем не менее, предприниматели считают себя такой, как бы, гильдией людей, которые вот познали правильный свой путь, пошли, ищут какое-то дело жизни, реализовываются и так далее. Это, наоборот, должно вроде бы как вести в сторону счастья. То есть ты, например, не сидишь в офисе 24 на 7, которое тебе не нравится, а ты занимаешься тем, что тебе нравится, реализовываешь какие-то свои задумки. И это, с одной стороны, должно, наоборот, вести к тому, что ты будешь лучше себя чувствовать, что ты будешь более счастлива. А в итоге, как обратную сторону, мы получаем абсолютно другую историю, что вроде бы как ты занимаешься тем, что тебе нравится, но при этом, если даже сравнивать с людьми, которые работают, например, в офисе, просто в найме, как будто бы, это, возможно, моя иллюзия, но предприниматели гораздо более несчастливые и тревожные, чем вот люди, которые просто пошли, я не знаю, в найм, бухгалтером или еще кем-то. Почему это так происходит? Вроде бы мы же шли за другим. Ну, я бы не стал проводить прям такую аналогию, что предприниматели все через одного страдают психоэмоциональными расстройствами, а люди, сидящие в найме, так себе жуют там потихонечку что-то, что у них есть. Я не хочу никого оскорблять, я, наоборот, опускаю предпринимателей. Да, да, я несколько утрирую. Ну, то есть, спокойная жизнь, там, с 9 до 18, ушел с работы, забыл про все и так далее. Ну, на самом деле, у любой социальной группы, абсолютно у любой, хоть мы возьмем олигархов, хоть мы возьмем людей, живущих там на каком-то минимуме финансовом, у всех есть свои проблемы, они отличаются, но, тем не менее, вот то, что я говорил про информационную интоксикацию, то, что я говорил про интенсивность жизненных процессов, оно так или иначе затрадивает всех. У предпринимателей больше вариантов, скажем так, то есть, они, с одной стороны, они богаты возможностью выбора, с другой стороны, эта возможность выбора требует еще больших усилий, еще большую нагрузку дает. И вот здесь, конечно, крайне важно соблюсти баланс, потому что, да, шли за счастьем, шли за финансовым благополучием, за деньгами, за властью, за возможностями, и все это можно получить. Но дело в том, что, естественно, опять-таки, любой предприниматель это знает и понимает, что, чтобы получить что-то, надо что-то вложить. И баланс вот того, что ты отдаешь за эти богатства, влияние, власть, успешность там и так далее, баланс не всегда получается в твою пользу. Поэтому, соответственно, и распространенность психоэмоциональных расстройств достаточно высокая. Плюс еще такой момент, что человек, который имеет малые возможности, ну, хорошо, но у него тоже может быть депрессия, у него тоже может быть тревога. Ну, и у него нету никаких вариантов, что с этой тревогой и депрессией делать. То есть, он хочешь, не хочешь, но он должен выплачивать эту ипотеку, хочешь, не хочешь, но он никуда не может уйти с этого места работы, ну, или, по крайней мере, не пытается этого сделать, потому что ипотека. И, опять-таки, если он уйдет, то, соответственно, когда он найдет работу и так далее, и так далее. Свобода, автоматически больше напряжения, необходимость принимать решения, а находясь на одном постоянном месте, никуда не двигаясь, ну, плохо, да, тухло, но как бы вот и ничего. Поэтому и там, и там, и у предпринимателей, и у наемных работников, и у пенсионеров, и у олигархов проблемы в психоэмоциональной сфере есть. Нету такой группы социальной, которая была бы прямо исключительно благополучна в плане психического здоровья. В принципе, нет. Поэтому я бы не стал выделять предпринимателей, как вот людей в большей степени подвержены. У них это может быть более значимо, у них это может быть более остро чувствоваться, у них это может иметь большее влияние. То есть, если позволите, да, упомянуть эту тему модную, популярную про биохакинг, да, очень часто про это говорят, что вот, там необходимо привести свою психику, максимально рабочее состояние, оптимальный, там, уровень всех, там, гормонов, макро-микроэлементов, количество и качество сна, и так далее, и так далее. И туда тоже входит в эту систему биохакинга. Как правило, всегда либо антидепрессанты, либо нормотимики, там, литий тоже любят. Здесь как раз, если мы говорим про грамотный биохакинг, то, скорее, это максимальный баланс. Потому что, действительно, снижение когнитивной функциональности, снижение, там, эмоционально-волевой эффективности какой-то, если у наемного работника это тоже ведет к снижению трудоспособности, но его 10% снижения трудоспособности, они, в принципе, для бизнеса, ну, прямо кардинального значения не имеют. А снижение на 10% у какого-то топ-менеджера, допустим, ну, если он не просто работает им вследствие того, что является чьим-то сыном, зятем и племянником, а действительно принимает решающие значения для бизнеса или у владельца бизнеса, такое снижение на 10% может обернуться многомиллионными потерями, и реально поддержание оптимального статуса, оно крайне важно. Ну, а человек, который не принимает важных решений, которые находятся на позиции, где его ошибка, она не столь значима, он может с этим расстройством и жить всю жизнь. Да, он будет страдать сам, он будет мучить окружающих, но, собственно говоря, дед терпел и нам велел, что называется. В 2022 году Telegram вошел в пятерку самых скачиваемых приложений в мире. Как утверждают в мессенджере, все это без рекламы, а благодаря личным рекомендациям. Идея создания Telegram связана с приватностью, Дуров хотел сделать свободный мессенджер. И поначалу Telegram по сути был платформой для тестирования технологии шифрования. Сегодня же тестируется любой цифровой продукт, ведь при нагрузке сайты и программы могут вести себя по-разному, и важно отследить все ошибки и баги. Этим занимаются тестировщики. Узнать о такой профессии больше и понять, подходит ли она именно вам, можно на бесплатном курсе образовательной платформы «Нетология». Тестировщик. Быстрый старт в IT. Вы узнаете, как выглядит рабочий день специалиста и про разные виды тестирования. Поймете, как быстро найти работу, какие зарплаты и перспективы, какие навыки нужны, чтобы все получилось. А в конце выполните задачу тестировщика, проверите работу сайта и пройдете квиз. После бесплатного курса вы сможете купить не кота в мешке, а осознанно выбрать программу. «Нетология» уже 12 лет помогает людям получать новые профессии в программировании, дизайне, маркетинге и других сферах, и знает, что обучение – это непросто. Поэтому на платных курсах есть важная опция. Если по каким-то причинам курс вам не подойдет, у вас всегда будет возможность вернуть деньги или перейти на другую программу. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Регистрируйтесь на бесплатный курс «Нетология», тестировщик «Быстрый старт в IT». А по промокоду «Соколовский» у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы в «Нетологии». Поехали! Я соглашусь, ставлю свои 2 копейки, люблю, сопровожу историю. Я вот про проблему выбора, мы сейчас еще поговорим, потому что иногда вот эта проблема выбора, я и по себе знаю, и вот по окружению своему, что она настолько может быть сложной, что у тебя настолько много вариантов, что делать, какой проект закрыть, что открыть, куда больше фокуса, что это начинает забирать 80% энергии. То есть ты настолько мучаешься, не можешь принять решение, потому что вроде бы и там перспектива, и там перспектива, что тебя это просто начинает съедать, тебе кажется, что сходишь с ума. Так что я здесь подтверждаю. Ну и про наркотики еще тоже позже поговорим. Но давайте конкретизируем для тех, кто нас смотрит, потому что многие ребята могут не понимать, они могут знать, что вроде бы там у них какие-то переживания есть еще, но принято говорить, что я депрессую. Вот я заметил, я что-то в депрессухе вообще последний месяц и так далее. И я понимаю, когда я в какой-то момент сам грустил, назовем это так, я начал углубляться вообще в терминологию и понял то, что там очень широкий спектр того, что может происходить. Давайте попробуем конкретизировать для того, чтобы, знаете, те, кто нас смотрит, послушав себя, могли понять, в какой стадии они вообще находятся и что с ними может происходить. Что есть депрессия, а что есть, я не знаю, не выспался и поэтому грустишь. Ну, все достаточно просто. Во-первых, у нас нету задачи на первом этапе обязательно поставить какой-то диагноз. Это там депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации, биполярное расстройство, рекуррентное депрессивное расстройство или еще какой-то вариант депрессии. Нам достаточно понять, что есть депрессивный синдром. Что такое депрессивный синдром? Это три основных составляющих. Первое – это снижение настроения. Второе – это снижение физической активности. Третье – это снижение психической активности. Ну, то есть той самой когнитивной функциональности, работоспособности, эмоционально-волевой компоненты. Снижение какое? Снижение на протяжении достаточно продолжительного времени. То есть это не разовое, что вот сегодня у меня плохое настроение, там я потерял на бирже 10 миллионов. Ну, понятно, неприятно, но завтра я это все восстановлю, там, или за неделю, за месяц. То есть какое-то время у меня сниженное настроение, потом все приходит в норму. То есть все эти компоненты депрессии, сниженное настроение, снижение физической, психической активности, они могут быть у абсолютно здорового человека. Основной критерий – это время. То есть если у человека один день, это не депрессия. Если у человека месяц, вот месяц как бы является таким вот интервалом времени, таким вот порогом, переходя через который, мы уже однозначно говорим о том, что это проблема, требующая лечения. Если на протяжении месяца у человека постоянно, ну, либо большую часть времени сниженное настроение, сниженная физическая активность и сниженная психическая активность, то мы можем говорить о депрессивном синдроме. Помимо вот этой большой депрессивной триады, присутствуют еще и ее более мелкие проявления. То есть начиная с ночи, да, нарушается сон, нарушается как засыпание, так и качество сна, частые пробуждения, возможно, ранние пробуждения, там в 4-5 утра с невозможностью уснуть и с отсутствием ощущения, что ты восстановил силы и выспался. Нарушается аппетит как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, вот так модно, но это скорее не в бизнесе, а среди домохозяек, но вот заедают депрессию, там много-много сладкого и так далее. Соответственно, то, что раньше доставляло удовольствие, перестает доставлять удовольствие, человек формально может выполнять те или иные функции, в том числе, кстати, заниматься сексом, технически все работает, но практически как бы, ну вот, отбыл повинность, отработал номер и все, а какого-то кайфа, там удовольствия, наслаждения нет. Те виды деятельности, которые ранее давались легко, были элементарными, да, требуют концентрации внимания, требуют усилий, требуют собраться и заставить себя сделать. Может доходить вплоть до того, что просто для того, чтобы умыться, человеку надо 2 часа собираться силами и, наконец, затолкать себя в ванну и умыться. Отсутствие перспективы в будущем, то есть все плохо сейчас и все плохо будет в будущем, то есть только-только черные цвета. Ну вот приблизительно такой набор для депрессивного синдрома. И самый главный критерий, как я сказал, время. То есть если это один день, это может быть и просто реакция, которая пройдет. Чем дольше это продолжается, чем стабильнее это состояние, тем, соответственно, больше вероятность, что это все-таки уже заболевание, которое требует лечения. Давайте попробуем вот конкретный кейс разобрать и углубиться. Смотрите, в бизнесе бывает часто такая история, что у тебя случается какая-то проблема, и на решение этой проблемы тебе требуется много времени. Не месяц даже, а может быть полгода или год. И, например, если это долги или какие-то проблемы юридические, как часто бывает в бизнесе, это просто часть пути, то ты не можешь сделать так. Ну, окей, у меня проблемы, они когда-то решатся, сейчас я с высоко поднятой головой бегу, они на тебя давят, ты не можешь заниматься тем, что хочешь, ты вынужден, не знаю, платить по счетам, нанимать юристов, копаться, увольнять людей. Это все тянется, 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 тянется. И если вначале, когда у тебя вот этот стресс-шок, у тебя произошла проблема, ты вроде как собрался на неделю на две, на три, но потом, когда это идет долго, ты так или иначе начинаешь терять энергию, тебе хуже, хуже, хуже. Ты все меньше можешь заниматься спортом, все меньше можешь хотеть чего-то нового, ты занимаешься решением проблем. И вот там лично мой опыт таких ситуаций, он подсказывает, что, и вообще в целом я себя четко помню, что первые пару-тройку месяцев тебе нормально, а потом ты идешь по нисходящей. Но как я могу сказать, что вот на основании чего я должен сказать, что мне нужно какое-то вмешательство? Если я объективно же понимаю головой, у меня реальные проблемы, то есть это не надуманные проблемы, а вот по факту у меня жесткие проблемы в бизнесе. И я не хочу называть это депрессией, потому что у меня проблемы, я как адекватный человек понимаю, что мне, чтобы это прошло, мне нужно их решить. Или же все равно, просто даже при существовании каких-то больших проблем, наличие плохого настроения, там пониженной активности, это тоже вот сигнализирует о том, что у меня началась депрессия. — Позволю себе начать издалека. Когда я обучался на педагога высшей школы, такой тоже у меня был опыт, там была такая формулировка, преподаватели, ну, из МГУ у нас были, они говорили, что да, это звучит плохо, но основным инструментом, основным инструментом в педагогике является педагог. То есть это основной ресурс, не учебные программы, не учебные пособия, не учебники, не там какие-то симуляторы или еще что-нибудь, основной ресурс — это педагог, это он именно является ресурсом. И основным ресурсом в бизнесе является, собственно, сам бизнесмен. Когда мы рассматриваем ситуацию, что проблемы возникли, они тяжелые, они долгие, они, естественно, портят настроение, перспективы неоднозначные, напряжение, хочешь, не хочешь, оно присутствует. Эта проблема потихонечку-потихонечку уничтожает основной ресурс бизнеса, она уничтожает бизнесмена, она уничтожает его психику. И хочет он называть это депрессией, не хочет он называть это депрессией, хочет он обозначить это как реальная проблема, но эффективность-то его снижается. Если человек видит, что у него есть реальные проблемы, которые требуют решения, которые требуют от него постоянного анализа поступающей информации, которые требуют от него коммуникации с какими-то людьми, может быть, в том числе и с теми, ну и, скорее всего, с теми, с которыми коммуницировать не хочется, а наоборот, очень противно и вообще хочется поубивать их. Но, тем не менее, надо держать лицо, надо грамотно выстроить тактику и беседы, так, чтобы они вообще, скорее, тебе помогли, хотя у них другие цели изначально. То человек, бизнесмен может, конечно, занять такую позицию, вот я волевой, я сильный, у меня объективные проблемы, и никакой депрессии тут нету, просто вот проблема. Да, но это достаточно неправильная тактика, то есть, если ты, условно говоря, поднимаешь тяжести, да, и ты видишь, ну, ты работаешь грузчиком, ты не бизнесмен, ты грузчик, да, и у тебя задача там перегрузить 50 тонн за смену, и ты видишь, что ты не можешь перегрузить 50 тонн за смену, то есть, ты перетащил 25 тонн, чувствуешь, что тебя хватит еще, ну, тон на 5 от силы, потом ты еще можешь 5 тонн перетащить, после этого ты просто сдохнешь, и все равно не выполнишь задачу. То, соответственно, если у тебя есть два варианта, либо ты работаешь, пока не сдохнешь, либо ты останавливаешься на этих 25 тонн и говоришь, нет, все, извините, ребята, я не выполню эту задачу, соответственно, я отменяю постановленную цель. Вот, либо ты ищешь способ, как себя поддержать, ну, либо усилить там свои силы, нанять каких-то людей, которые тебе помогут, или где-то найти экзоскелет, который увеличит твою силу, но по-любому ты каким-то образом пытаешься изменить свои качества, изменить свой статус, изменить свой функционал. Если этого не делаешь, ты не справляешься. Соответственно, если бизнесмен сталкивается с задачей, которая выкачивает из него все силы, которая лишает его эмоциональной стабильности, вопрос же не просто в том, что он себя плохо чувствует, это, в конце концов, личное дело каждого, как он себя чувствует. Если он в постоянной тревоге, если он в постоянном напряжении, он делает больше ошибок, он тратит больше сил на решение тех задач, которые в нормальном, спокойном состоянии он бы решил гораздо быстрее, его продуктивность снижается, то есть этот процесс ускоряющийся, не просто он плохо себя стал чувствовать через три месяца работы по этой задаче, он стал плохо себя чувствовать, он стал хуже справляться. Он все дальше и дальше отдаляется, у него темп его работы снижается и снижается, эффективность работы снижается и снижается. И есть все шансы на то, что он просто не сможет дойти до конца, даже затратив в 10 раз больше сил, чем он затратил бы в нормальном, приемлемом состоянии. При этом не факт, что он будет себя чувствовать и в приемлемом состоянии хорошо, то есть антидепрессанты, допустим, они, естественно, не решат проблему с долгами, кредиторами, правоохранительными органами и так далее. Но человек сможет это воспринимать без того, чтобы это выводило его на тот уровень, когда его трясет, когда он не спит, когда он делает постоянные ошибки из-за того, что он напряжен, из-за того, что у него уже просто нету сил. Поэтому называть это депрессией, не называть это депрессией, разницы никакой нет. Вопрос в том, функциональность у человека при этом сохраняется или она начинает снижаться. Ну, она, как правило, я бы сказал, в 100% случаев, но медицины и нет в 100%, поэтому говорим, как правило, в подавляющем большинстве случаев она снижается. И человек, который вовремя это заметит, он и будет что-то с этим делать, хотя бы пытаться что-то с этим делать, у него больше шансов достичь своих целей, чем тот, который просто будет это игнорировать и с такой позиции нет. У меня этого нету, сижу, плавкушаю, никого не слушаю, и вроде бы должно само как-то разрешиться. Само не разрешится, это тоже понятно. Как это можно определить? На самом деле есть масса способов диагностики депрессивного состояния. Не могу не вспомнить, тут недавно читал публикацию, что у нас в России разработали уникальный метод диагностики депрессии при помощи функциональной МРТ. Правда, количество обследуемых всего 84 человека. То есть, я бы сказал, это просто абсолютный мизер. И одного нашли, да? Ну, понимаете, для того, чтобы говорить о достоверности диагностики, количество исследуемых должно измеряться десятками тысяч. И то это, в общем-то, еще не с первого года будет понятно. А уж 84 человека, это просто смехотворно. По данным в ЦИОМ, в 2022 году 92% россиян назвали себя читающими людьми. Таким образом, почти все население страны читает. Но делает это по-разному. Кто-то одну книгу в год, а кто-то по три в месяц. Поэтому сегодня затрону тему комфортного чтения книг. А именно, расскажу о сервисе строки от МТС, с которым будет удобно всем. И книголюбам, и тем, кто проводит время за книгой периодически. В строках удобно. В карточке книги есть и текстовая, и аудиоверсия, чтобы вы могли продолжить слушать историю с главы, на которой остановились. Даже когда едете на работу или готовите ужин. Здесь каждый найдет для себя интересные. Книги о психологии и саморазвитии. Увлекательные романы, прессу, эксклюзивные подкасты и даже электронные версии школьных учебников. Со строками у вас больше не будет вопроса, чтобы такого почитать. Здесь вы найдете бестселлеры и эксклюзивные новинки от лучших издательств. А в разделе Originals книги от издательства строк, которых нет нигде больше. Например, «Чудище» Стин Истур, «Тебе смешно, а мне обидно» Анники Норлин и произведения малой прозы и сентиментальной антологии шведской литературы. Истории, нашептанные севером, которые впервые публикуются на русском языке. Благодаря подборкам на любой вкус вы всегда найдете книгу под настроение. Поэтому конец каждой истории всегда будет означать начало новой. В строках вы почувствуете свободу выбора не только из-за тысяч доступных произведений, но и благодаря гибкой подписке. Читаете ли вы чуть-чуть, много или больше всех, вы сможете делать это в комфортном темпе. Чтобы получить целую библиотеку с уникальными произведениями в своем телефоне, скачивайте приложение с бесплатной подпиской по промокоду SOKOL через QR-код на экране или по ссылке в описании к видео. Поехали! Но и без каких-то сложных методов диагностики все достаточно просто, конкретика. Таблица Шульта. Это квадрат 5 на 5 ячеек, в котором в характерном порядке расположены цифры от 1 до 25. Есть электронные варианты. Пожалуйста, можно забить в браузер. Таблица Шульта онлайн. Ну и, соответственно, надо их всех последовательно нажать. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Я делал такой тест. Да, да. Ну, очень распространенный тест. Это концентрация внимания, утомляемость, истощение внимания. Если человек не укладывается в минуту, это совсем уже плохо. Если человек укладывается в 45 секунд, ну, это, в принципе, еще нормально. Это зависит от того, насколько человек с компьютером работает часто. Если он делает там 3 таблицы подряд с одинаковой скоростью, то у него достаточно нормальная работоспособность. Если он делает следующие быстрее, 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 то он вырабатывается. Это хорошо. Если он каждую следующую делает хуже, то он уже быстро истощается. То есть элементарно. Можно подробнее... Первое, с чего можно начать, да, проверить вообще. Это самое элементарное. То, что позволяет оценить техэмоциональную работоспособность. Ну, там можно сделать усложненные, можно 5 таблиц подряд. Пожалуйста, это все в интернете легко найти. Хочу вам задать вопрос, пока мы дальше не ушли. На физиологическом уровне. Как вообще... Что происходит с нами в тот момент, когда мы начинаем грустить. То есть я так понимаю, что очень плохо я пытался смотреть на картинках, что есть, условно, какая-то там у нас стенка, куда там попадает серотонин, что-то такое. И, условно, когда она плотнее, то хуже проходит сигнал. И из-за этого, условно говоря, мозг перестает радоваться. Или что-то такое. Можете, вот я людям, мне, человеку не сильно образованному, но активному, чуть на пальцах объяснить, что происходит вообще с нами? Да, могу. Но я все-таки закончу предыдущую мысль, потому что про таблицу Шульта я сказал. Но Шульта нам позволяет оценить именно функционал. А наличие депрессии можно оценить при помощи шкал оценки депрессии. Или просто, ну, допустим, у меня на сайте Меднаука тоже есть шкала самодиагностики, раздел самодиагностики, госпитальная шкала тревоги депрессии. Заполняете ячейки, она автоматически считает цифры, и по этим цифркам вы видите, какая у вас депрессия. Клинически выраженная, субклинически выраженная или отсутствующая. Ну, и масса других вариантов, там, шкала Бека, Гамильтона и так далее. То есть шкал по оценке депрессии тоже масса. Это если хочется цифры. Вот. Но это больше значимо для оценки динамики состояния, чем для диагностики. В плане оценки состояния, если человек видит, что его функциональность снижается, если он видит, что он делает ошибки, ему плохо, и это плохо влияет на его работоспособность, то это уже основание для того, чтобы обратиться за помощью. Если все это продолжается больше месяца. Я так понимаю, здесь еще нужно сделать ремарку на то, что для начала нужно попробовать выспаться, поесть и так далее, присти просто в нормальное состояние. Как правило, человек это уже делает на протяжении месяца. Да, конечно, поесть, перестать бить головой об стену каждый день на протяжении трех часов, это тоже может негативно влиять на здоровье. То есть понятно, что если у человека есть какие-то очевидные вредности, которые можно как-то исключить, то их лучше исключить. По поводу того, насколько значим или не значим этот вопрос нейромедиаторов. На самом деле, с одной стороны, очень хорошо, что у нас осуществляется вот такой вот научпоп, люди знают про серотонин, норадреналин, дофамин, нейромедиаторы, лимбическую систему и так далее. С другой стороны, всякое добро в определенной концентрации, в определенном уровне понимания становится злом. Да, на сегодняшний момент известны не причины депрессии, подчеркиваю, это не причины депрессии, это одно из звеньев патофизиологической цепи, формирующегося депрессивного синдрома. Это дефицит в межнейрональной сети, в пресинаптической щели медиаторов. Это серотонин, норадреналин, дофамин. Они основные у нас нейромедиаторы, про которые мы знаем, что их дефицит сопровождает депрессивный синдром. Но хочу подчеркнуть, что просто количество серотонина или просто количество норадреналина, или просто количество дофамина совершенно не гарантирует ни здоровье, ни болезнь. То есть здесь играет роль, как минимум, еще активность рецепторов, которые готовы их воспринимать. Это вот плотность тенки, как вы обозначили. И самое главное, вопрос не просто в их количестве, этих миниромедиаторов, а вопрос в том каскаде реакций, которые они запускают. А каскад этот огромный, то есть на сегодняшний день известно нескольких десятков ступеней каскадных реакций, которые запускают эти нейромедиаторы, и, соответственно, разные ступени этого каскада в разной степени влияют на формирование депрессии. То есть это то, что поступка идет одно за другим условиями? Да, это система управления, и, соответственно, это только один из элементов на ее верхушке. Опять-таки, не самая верхушка, а один из элементов. А, собственно, решение организма о том, что он впадает в депрессию, располагается на нескольких ступенях, точно пока неизвестно на каких. Поэтому, собственно, когда мы и корректируем уровень серотонина, или дофамина, или норадреналина, мы, как правило, получаем не моментальный эффект, а действие антидепрессанта, допустим, ингибитора обратного захвата. Серотонина, самая популярная группа, она повышает уровень серотонина в прессинаптической щели практически за 2-3 дня, а антидепрессивный эффект мы имеем только через месяц. То есть именно когда весь этот каскад реакции будет перестроен, когда организм начнет работать с нормальным уровнем и этого нейромедиатора, и тому, к чему он подключен, к тому, что он меняет на всех этих этапах, вот тогда организм потихонечку начинает выходить из депрессивного состояния. Поэтому вот такая жесткая фиксация. О, у меня не хватает серотонина. Часто сейчас уже пациенты приходят в жалобы. Вот у меня не хватает дофамина, вылечите мне дофамин. Или вылечите мне серотонин. Ну, мало того, что это в принципе невозможно, да, и мы не лечим дофамин или серотонин. Мы лечим пациента, мы корректируем его состояние. Так еще и вот эта вот такая определенная упертость в том, что вот нет, мне вот нужен дофамин, вот дайте мне дофамину. Как будто это кнопка, которую нажимает человек, и бац, у него, соответственно, меняется настроение. Вот эти вот, соответственно, научно-популярные формулы, там серотонин, гормон счастья, да, там дофамин, это кнопка, которая дает... Ну, общепопулярная история. Да, это хорошо, что про это вообще говорят, что это в курсе, но это, к сожалению, к сожалению, это один из элементов в огромной цепи, только части из которой нам более или менее известно. Поэтому, если у человека есть какая-то проблема, ему скорее следует не пытаться копаться вот в этих вот терминах. Хорошо, но если хочешь, можешь изучать, конечно, но надо реально понимать, что это только незначительная часть. И попытки, они сейчас уже активно людьми предпринимаются, там, сдать анализы на серотонин, хотя уровень серотонина в периферической крови вообще никакого значения не имеет. Так он еще и скакать же может в зависимости от того, я не знаю, сейчас ты испугался, потом ты обрадовался. Он, естественно, может колебаться, но, опять же, уровень серотонина в периферической крови, мы берем кровь из вены, да, это периферия, а нас интересует уровень серотонина и активность рецепторов в лимбической системе. То есть, это практически центр мозга. То есть, анализ, ну, по большому счету, бессмысленный вообще, потому что он как бы модный, популярный, его сдают, особенно если у людей есть деньги, о, я сейчас дам анализ, и мне будет понятно, какого мне надо нейромедиатора насыпать. Но реально это ничего не дает. То есть, не стоит заниматься самодеятельностью, если хочется сдать анализы, пожалуйста, можно, конечно, сдать, но все-таки их интерпретация и подбор какой-то терапии должен осуществляться профессионалом. Друзья, хочу вас познакомить с наикрутейшим маркетологом Дани. Он строит отделы маркетинга. Работал с Яндексом, помогал запускать стартап-самокат на Манхэттене, запускает и перезапускает отделы маркетинга в РФ и за рубежом. Для одной из компаний построил отдел маркетинга, который сделал объем продаж 1 миллиард рублей за месяц. Подробнее об этом Даня рассказывает в своем инстаграм. Ряд моих друзей уже работали с Даней и дали мне максимально положительную обратную связь. Один из них увеличил выручку на 30% за 2 месяца и полностью вышел из операционки отдела маркетинга. Второй, наконец-то, нанял правильных людей в команду и начал масштабировать результат своего бизнеса. Все очень респектуют его подходу. Сейчас Даня запускает свой мастермайн для собственников бизнеса по построению отделов маркетинга. Ключевое, чтобы маркетинг работал и масштабировался самостоятельно, без участия собственника. Даня ведет всю работу лично, поэтому количество мест ограничено. Друзья, чтобы воспользоваться моей рекомендацией, просто переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и найдите точки роста в маркетинге для своего бизнеса. Поехали! Я помню историю, как в свое время я ударился в изучение вот там себя, биохакинг вот это вот все, я там перестал есть мясо в один прекрасный момент и так далее. Я помню, я поймал себя на мысли, что мы сидели с друзьями, никто из нас не разбирался глубоко в теме, мы все начитались в общепопулярных книг и мы очень усердно спорили, кто все-таки прав о том, вот как нужно выстроить свой рацион, какие анализы, какие витамины и так далее. Потом я пришел к врачу, он говорит, не, у тебя вообще все это, все, что ты мне рассказал, сейчас абсолютно не имеет отношения вообще к делу. Поэтому на самом деле, с одной стороны, это, конечно, здорово для общего развития, то, что все это есть, с другой стороны, когда ты начинаешь заниматься самотрактовкой, самолечением, по опыту, это наоборот, тебя только вот ипохондрию, или как это называется, только усиливает, когда ты начинаешь у себя замечать все болезни, все виды, тебе вечно что-то не хватает, и ты целыми днями только идешь, какие-то таблетки сам в себя закидываешь. Поэтому такая есть история. Да, но это стандартная на самом деле ситуация, то есть классическая болезнь студента третьего или четвертого курса, по-разному говорят, когда студент учится в медицине, узнает симптомы и вот начинает их у себя обнаруживать. Ну, на самом деле, далеко не у всех это происходит, но тем не менее. Понятно, что когда мы говорим о настолько наукоемкой дисциплине, как медицина, для того, чтобы разбираться в узкоспециализированных уже вещах, то есть вот тех самых нейромедиаторах, не просто в нейромедиаторах, это нейробиология, это вообще не медицина, это близко прилегающая дисциплина, но не занимающаяся терапией, лечением. А чтобы это как-то еще увязывать и с медициной, и с лечением, и с диагностикой, для этого надо владеть базовыми понятиями изначально. И попытка проскочить все базовые пункты и начать сразу, это приблизительно то же самое, что не изучать арифметику вообще, а начать сразу с высшей математики. То есть, конечно, можно читать эти формулы, повторять их, копировать, но вряд ли вы будете эффективны. Точно так же, как и в любой другой специальности, которая требует больших знаний, большого, не обязательно опыта, просто применительной практики, так скажем, попытаться просто почитать что-нибудь из Пабмеда почитать, Кохраиновские исследования почитать, и сделать из них выводы. Но не понимая, на чем строятся все эти исследования, о чем вообще в них говорится, только вот зная некоторые термины, скорее всего, выводы будут ошибочными, потому что ошибка происходит зачастую просто на уровне понятия, даже не говоря уже о каких-то там симптомах, синдромах, взаимодействиях и логической связи между ними, просто даже на понятийном уровне могут быть серьезные ошибки. Почему я и говорю, что нету задачи у человека, если ему плохо ставить себе диагноз какой-то или еще что-нибудь. То есть, если вот он хотя бы те критерии по депрессии, которые мы перечислили у себя, обнаружил, то дальше уже надо обращаться к профессионалу и, собственно, лечиться, корректировать состояние. Тогда давайте профессионалам. Смотрите, люди в целом довольно эгоцентричны. И если мы говорим про людей деятельных, то там вообще особенно. То есть, все такие я, 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 я. И это абсолютно точно. Может быть, это человек не может не замечать в жизни, в взаимодействии с семьей и так далее. Но когда речь заходит о том, что у меня какая-то проблема, ладно еще к психологу пойти что-то обсудить, это и один разговор. Но когда, я помню, у меня такое затяжное было расстройство, и мне сказали, сходи к психиатру. И я такой, ну, еще психушку отправьте, как бы. Спасибо вам большое. И я, на самом деле, для меня это было не то чтобы квестом, но у меня внутри были очень сомнительные ощущения. Более того, я расскажу. У меня был очень неприятный опыт, когда мне посоветовали там специалиста, я там созвонился с ней по Zoom, и она в первые 15 минут мне сказала, что у меня биполярка, я вообще скоро буду на собак лаять как бы на улице. И ощущения у меня были не самые приятные. То есть, я такой думаю, е-мое, как бы, спасибо большое, как бы списали меня со счетов за 15 минут. Так вот, к чему я это рассказываю. К тому, что давайте попробуем представить с вами сценарий, как должен действовать человек с развитым эго. Вот я чувствую, что мне плохо. Прошел месяц, мне становится только хуже. И я понимаю, что дело уже не только в проблеме, которая есть, а что у меня все это накатывает. У меня там и бизнес, и семья уже, и с родителями, и в финансах начинаются проблемы. Какой мой, какие этапы я должен пройти? Психолог, таблетки, самолечение, психиатр. Что мне делать? Ну, смотрите, конечно, у каждого человека может быть свой путь, своя, так скажем, траектория движения, своя маршрутизация. Но здесь, как правило, наблюдаются следующие. Если у человека возникает проблема, проблема тяжелая, сложная, да, то есть мы, если у него что-нибудь леденькое, простое, что там он там отдохнул, перекурил, отдохнул, там все восстановилось, то, ну и слава богу, что называется. Если у него возникла серьезная проблема, то есть если у него, допустим, по шкалам оценки, там, допустим, госпитальной шкале тревоги и депрессии, вот о которой я говорил, вот у него появляется клинически значимая депрессия, клинически значимая тревога. По таблице Шульта у него, соответственно, работоспособность снижается, там он за минуту еле-еле управляется, а третьего вообще сделать уже не может. Кому ему первому обращаться? Ну, во-первых, то, что ему точно не надо заниматься самодеятельностью. То есть тут, опять же, о чем мы говорили, можно, конечно, изучить все, что написано про серотонин, норадреналин, дофамин, но это практической пользы, скорее всего, не принесет. Это еще трата времени, это трата своего ресурса, который и так заканчивается. Поэтому здесь логично призвать на помощь специалиста. Какого специалиста? Собственно говоря, есть два варианта, ну, точнее, есть, конечно, три варианта, да, то есть можно призвать коуча. Коуч – это специалист достаточно неопределенной квалификации, поэтому, собственно говоря, это достаточно рискованно. Это может быть очень хороший специалист, который реально поможет. Кто-то повезет реально. Да, а может быть какой-то абсолютный шарлатан. То есть, в общем-то, какого-то внятного определения квалификации коуча, чтобы можно было быть уверенным, нет. И если... Я хочу сразу здесь, извиняюсь, перебью, прям очень важное уточнение хочу, чтобы вы подсветили, какие могут быть плохие стороны, если ты попадешься на такого шарлатана-коуча. Вот это прям очень важный момент, потому что в сегодняшних реалиях их много, коучей. Вот что может произойти? Ну, что может произойти? Вот он может порекомендовать, возьми себя в руки, намотал сопли на кулак и вперед, будь мужиком, Люся и так далее и тому подобное. Как вариант. Человек, если... Ну, если он его сразу не пошлет, конечно, он может последовать этому примеру, может прорваться, а может просто надорваться. То есть и то, и другое возможно. Ну вот. Вот я тут, опять же, сопровожу немножко личным опытом, что у меня был опыт, когда я был так в подавленном состоянии, мне было очень плохо, и мне и так было сложно принимать решения. Я попал на одного из специалистов, и мне примерно такие слова и сказали, и в итоге на дистанции это меня еще сильнее сломало. То есть я в итоге понял, что я и это сделать не могу, и как бы у меня еще сильнее все начало валиться из рук, ну и в итоге как бы вся проблема только усугубилась, как бы, а не принесла мне каких-то решений. Ну, собственно говоря, вот вы подтверждаете, по сути, то, что я говорю. Я бы сказал так. Не стоит искать какие-то волшебные знаки, что это плохой или хороший специалист, но глобально могу сказать, что чем категоричнее утверждение, чем категоричнее и декларативнее, так скажем, заявление специалиста в области психики, тем более сомнительна его квалификация. Поскольку сфера достаточно субъективная, ну, не совсем, конечно, но тем не менее элемент субъективности все-таки есть, поскольку, несмотря на достаточно большой прогресс в этой сфере за последние десятилетия, все равно еще очень много неизвестного, поскольку очень большой процент зависит от индивидуальности, какие-то жесткие декларативные указания, заявления, и вот не основанные на чем-то кроме мнения самого специалиста, они должны сразу насторожить. Вот это касается всех специалистов, абсолютно любых, и коучей, и психологов, и психиатров. Здесь почему, опять же, предпринимателям нравятся коучи, потому что они тебе говорят как раз четко, так, так и так. И ты, ну, то есть вы, наоборот, говорите, что это не самая хорошая история, а вот у коуча, наоборот, что прельщает предпринимателя, то, что у тебя, по сути, есть инструментарий к действию. Взял и пошел, как бы. К сожалению, не совсем так. То есть если бы это всегда был просто инструмент, а здесь скорее должно насторожить, не когда тебе говорят, вот делай такие упражнения, делай такие упражнения. Это, в принципе, нормально. А когда за тебя решают, что ты должен делать, то есть когда не ты принимаешь решение, а за тебя принимают решение, на фоне истощения, на фоне усталости, конечно, это приятно. О, ты обратился к специалисту, он мне сказал, там, эти сделайте, закрывай, это делай, ну, условно говоря, понятно, вряд ли он будет говорить конкретно по бизнесу, но, тем не менее, он принимает решение за тебя. Ты с себя снял, за тебя решение приняли, фу, слава богу. Но это ошибочный ход, да, то есть ты делегируешь свой основной ресурс, свою основную задачу, то, что ты можешь сделать только ты, какому-то третьему лицу, который, скорее всего, вообще, ну, их, естественно, хуже знает твою ситуацию, он же не читает твои мысли, да. Вот. Скорее всего, он менее компетентен в этой сфере, а вполне возможно, он просто некомпетентен вообще. И ты вот наугад на, так скажем, отдаешь на откуп самое основное. Это очень рискованно. Может повезти, но можно потерять вообще все. Супер. Возвращаемся к, я отвлекся немножко на коуча, я решил акцентировать внимание, вы говорили, два есть способа, два пути. Да. Ну, вот если с коучем, то три. Второй вариант – психолог. Психология, психологи, опять же, огромнейшее количество психологических направлений, школ и так далее. В принципе, работа с психологом – это вещь, безусловно, хорошая. Но надо учитывать, что любая работа с психологом, с грамотным психологом – это все-таки работа. То есть это тоже будет требовать усилий, это тоже будет требовать включения, это тоже будет требовать определенного ресурса. В моей практике я могу сказать, что подавляющее большинство людей, которые доходят до меня, они, как правило, ресурсы для одномоментного начала работы, с психологом просто не имеют. И, соответственно, весьма высок риск, что если вот мы берем случай бизнесмена, который попал в серьезную ситуацию, что он уже там 3-4 месяца в этой напряженной работе и под прессингом, и у него снижается работоспособность, функциональность, что вполне вероятно, он просто не потянет работу с психологом. Она может быть хороша и полезна, но она будет тоже требовать ресурса, а результат будет только через некоторое время. Ну да, условно, потому что тебе и так нужно принять миллиард решений, а тебе говорят, еще новые решения принять. То есть ты и те не можешь, а тебе еще и новые. Совершенно верно. Поэтому вот в моей практике я все-таки пришел к такому заключению, но не только я пришел к такому заключению, это как бы распространенная во всем мире тактика, что когда человек попадает на прием с депрессией, там, средней степени тяжести, ну или даже с легкой, но которая сильно его дестабилизирует, все-таки наиболее разумно начинать психофармакотерапию, стабилизировать состояние, добиться определенного, ну как минимум, чтобы оно перестало ухудшаться хотя бы, а лучше, конечно, восстановить, ну если не полностью, то наметить положительный тренд, наметить тенденцию к восстановлению ресурса. И вот тогда уже можно добавлять и психотерапию, и работу с психологом. Поэтому, резюмируя, на мой взгляд, на мой взгляд, все-таки наиболее правильный вариант это сначала обращение к психиатру, ну психиатру-психотерапевту. Для понимания психотерапевт это тот же самый психиатр, у которого есть еще одна бумажка, что он психотерапевт. Но образование одно и то же изначально, поэтому кардинальной разницы нет. Кстати, я от вас услышал, что психолог это не врач, то есть это немножко другая область. Я вообще-то, видимо, как-то не задавался вопросом, не осознавал этого. Психолог это не врач, это абсолютно однозначно. То есть нет такого варианта, нет такой врачебной специальности психолог. Есть клинический психолог, то есть это психолог, который работает преимущественно с людьми, которые имеют ту или иную патологию, ту или иную болезнь. Не обязательно психическую болезнь, кстати говоря, это касается и соматических болезней. Но психолог это не врач. Психолог не назначает лекарства. Психолог не ставит диагноз. Соответственно, психолог не проводит лечение. Он, хотя психологи используют в своем сленге слово терапия, лечение, но тем не менее, все-таки психологи лечением и терапией как лечением не занимаются. Поэтому для работы с психологом надо понимать, что нужен определенный ресурс, все-таки нужен ресурс. Если мы говорим о порядке обращения, ну вот я еще сказал, да, сначала вы обращаетесь к психиатру-психотерапевту, стабилизируете свое состояние, ну скорее всего при помощи психофармакотерапии, если мы говорим о сложном случае, скорее всего так. То есть просто одной психологии психотерапии, как правило, не обойдешься. По мере того, как состояние стабилизируется, подключается психотерапия, работа с психологом. Но если состояние у меня нормальное, если я понимаю, что я в целом готов работать, и я просто понимаю, что я не в идеальной кондиции, что мне грустно, у меня перепады настроения, то я могу пробовать идти к психологу через диалог, через какую-то работу решить это, и если я хочусь дальше, то уже... А вот тут мы возвращаемся к началу нашей беседы, когда вы говорите, что у нас треть населения в бизнесе и еще больше народов вне кондиции, но тем не менее за помощью не обращаются. То есть вариант того, что человек дозреет до обращения хоть к кому-нибудь, тогда, когда он еще в нормальной кондиции, она, такая вероятность, в общем-то, невысока. Повторюсь, опять же, это мой опыт, это не значит, что у всех так, но очень часто, в подавляющем большинстве случаев, ну, буквально это единичные пациенты, которые обращались ко мне, которых можно было бы сразу направить на психотерапию. Как правило, они все требуют, ну, я говорю, это за 20 с лишним лет работы, это буквально человек 5, наверное, которым я сказал, вы можете попробовать одну психотерапию без медикаментозного лечения, а остальные уже приходили в том состоянии, когда это было необходимо, медикаментозная терапия. Вот у меня есть интересная история с жизнью. Я в свое время сидел в Нью-Йорке с друзьями, и мы, у нас зашел разговор как раз на тему того, что в Америке просто каждый второй сидит на антидепрессантах. И я говорю, я сижу, говорю, ребят, вы, как бы, чего мне в пример приводите свою Америку, вы, ну, как бы, больная нация, у вас все на антидепрессантах сидят. Они мне сказали, товарищам, он говорит, Сань, ты неправильно трактуешь. Он говорит, у нас половина населения сидит на антидепрессантах, потому что у нас люди к врачам ходят и занимаются своим здоровьем. А, говорит, ты просто не допускаешь себе возможность пойти, и поэтому тебе точно так же хреново, просто я себе условно помогаю таблетками и пытаюсь как-то исправить ситуацию, а ты пытаешься решить ее сам. И здесь, конечно, такой очень спорный вопрос, потому что я понимаю все вот это вот фарма-лобби, огромные деньги на маркетинг, естественно, и через врачей, и через рекламу, и через всех, естественно, фармкомпаниям очень выгодно продавать как бы таблетки. И вот как здесь, ну вот меня как предпринимателя, естественно, это наводит на мысль, а не хотят ли меня вот подсадить на таблеточку, чтобы потом я платил деньги каждый месяц, покупаю себе какой-то там препарат и так далее, хотя на самом деле я могу разобраться сам. Вот как вы отвечаете клиентам на такой вопрос? Ну, смотрите, во-первых, если мы говорим о, ну, начнем сначала, да, вопрос, там, Америка больная страна, там все сидят на антидепрессантах, у нас здоровая страна, все пьют водку. У каждого свои методы. Да, 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 ну, хотя американцы тоже пьют, дай боже. Естественно, не следует рассматривать только в черном и белом, да, антидепрессанты – это добро, все должны приобщиться к прекрасному миру психофармакологии. Точно так же глупо говорить, а антидепрессанты делают из людей овощи и зомби, да, но и то, и другое очевидное глупость, то есть, естественно, скорее всего, где-то посередине. По поводу распространенности расстройств мы с вами уже говорили, то есть, распространенность большая, хотим мы этого или не хотим, то есть, опять же, не нужно прибегать к какому-то фармлобби, чтобы просто оценить состояние свое, и если оно у тебя замечательное, то тебе не надо мучиться и в чем-то разбираться. Если у тебя есть проблема, и она не уходит, то, наверное, ее как-то надо решать. Как ее решать? Ее можно решать любыми способами, можно ездить в дацаны, можно путешествовать вокруг света на парусной лодке, можно усиленно тренироваться, это тоже оказывает положительное воздействие, можно заниматься с психологом, можно прибегать к духовным практикам, можно экспериментировать с диетами, можно что угодно делать, можно, пожалуйста, хочешь разбираться, сам разбирайся, нет проблем. Вопрос в том, эффективны ли твои попытки или неэффективны. Если они неэффективны, если ты видишь, что ты не исправляешься, ты уже стоял на голове по 8 часов, в позе лодоса медитировал, записи слушал, мантры пел, ну, не работает, ну, не помогает, то логично, что дальше надо призывать на помощь кого-то, кто решает эту проблему. Если ты хочешь двигаться в сторону, которая, скажем, освещена наукой, то есть какой научный подход на сегодняшний день к решению этой проблемы? Такой-то. Да, наука тоже ангажирована, да, естественно, исследование финансируется, и любое исследование финансируется, то есть то же самое мы можем сказать про автомобили, то же самое мы можем сказать про любой пищевой продукт. Абсолютно везде, где есть деньги, абсолютно есть чья-то заинтересованность, абсолютно везде есть элемент субъективизма какой-то. Но, тем не менее, мы имеем определенные достижения науки. Если мы считаем это достижениями, то мы можем их рассматривать. Если мы считаем науку ересью, злом, то, соответственно, мы можем в большей степени уделить время молитве, посту или там чему-то еще. Пожалуйста, ради бога, никто не запрещает. Но если все-таки ты выбираешь направление научное, то, соответственно, наверное, разумно ориентироваться на то, что является общепринятым мировым стандартом. Про него я, собственно, и говорю. Опять же, если человек обращается к специалисту, это не значит, что он должен, тупо и не соображая, и не включая голову вообще, просто выполнять все, что ему сказали. Что ты пришел, сказали, на тебе голоперидол, на тебе амитрептилин, пей это полгода или год, и будет тебе счастье. Ну да, это такие старые, мощные, не очень хорошо переносящиеся препараты. И будет тебе счастье. И ты пошел принимать их, не понимая, что зачем и почему. По этому поводу было ВОЗовское исследование Всемирной организации здравоохранения. Я всем абсолютным пациентам про него говорю, и здесь тоже скажу, потому что это важно. Оно было посвящено приверженности терапии. Это касалось не только психиатрии, а вообще терапии в целом. То есть человек приходил к врачу, получал какие-то назначения. Кстати говоря, к психологу тоже приходил. Ну, это исследование психологов не включало, но я стопроцентно уверен, что с психологами ровно та же самая ситуация. Человек приходил, получал назначение и дальше типа лечился. Почему типа? Потому что им выдавали таблетницы электронные, которые отслеживали, когда их открывали, что из них брали. Там все было с большим количеством ячеек. Ну, так вот, по результатам этого исследования было установлено, что вот со 100% людей, которые говорили, что они выполняют назначение, 50% делали это так, что это нельзя было назвать лечением. То есть там постоянные пропуски приема медикаментов, приема не по времени. Ну, то есть то, что они делали, это было не назначение, это было что-то около туго. Еще 30%, которые говорили, что они лечатся, они вообще даже не приступали к началу терапии. И только 20%, одна пятая, каждый пятый из тех, кто говорил, что он лечится, реально получал плюс-минус правильные назначения, с незначительными какими-то отклонениями. Также после того, как выявили этих злостных нарушителей, был проведен опрос, почему такое происходит, почему ходили, получили назначение и его не получали. Ну, какая логика? А причина следующая, 4 основных причины. Первое. Люди не понимали, что они делают и для чего. То есть это вот тот самый вариант, когда прийти к врачу, за 15 минут тебе говорят диагноз, дают таблетки и давай иди лечись. Да, неосведомленность, по сути, человека. Да, да, человек не понимает, что он делает, зачем он делает, какие у него задачи, какую цель он хочет достигнуть в результате этой терапии. Это вот, кстати говоря, особенно важно для бизнесменов, предпринимателей, потому что тут люди, если человек... Нет понимания, не заставишь меня сделать ни за что, конечно. Если человек привык просто выполнять приказания, то он это может и сработать. Если человек привык сам давать указания, сам строить процесс, то он должен четко понимать, что для чего и почему он делает. Это одна из причин, почему у предпринимателей в особенности развита аэрофобия, потому что ты не можешь контролировать процесс полета, и у тебя начинается панический страх, что ты даже там, когда ты едешь с водителем, ты нажимаешь сзади педали на заднем сидении сидя, и в самолете у тебя страх, потому что ты не контролируешь процесс, тебя не понимаешь, что происходит. Да, совершенно верно. Вот. Итак, первая причина – человек не понимает задачи и цели терапии. Вторая причина – человек не устраивает скорость и полнота терапевтического эффекта. То есть недостаточно быстро или недостаточно полно мне стало хорошо. Это, кстати, тоже предприниматели, которые хотят все здесь сейчас. Да, да, но это не только предприниматели, на самом деле подавляющее большинство людей хочет здесь сейчас, но у предпринимателей, может быть, это более остро выражено, собственно говоря, что и побуждает к тому, чтобы не сидеть и ждать милости от Центробанка, вырвать их у него. Вот. И третья причина – это доктор Google. То есть, ну, раньше это кто-то сказал, что это что-то страшное, ты станешь овощем, что ты станешь наркоманом, что ты подсядешь и так далее и тому подобное. Ну, сейчас эту функцию выполняет там Google и равно любой другой поисковик. То есть прочитали что-то страшное про лекарства. И вот здесь я хочу остановиться, там есть еще четвертая причина, но она не столь важна. Все три причины, да, непонимание, что я делаю, недостаточность или неполнота терапевтического эффекта и что-то страшное узнал о лечении. Все три пункта – это недостаток информации, то есть недостаточное информирование пациента о том, что он делает, почему он делает, как он делает, что с ним происходит. Все эти вопросы можно задать лечащему врачу, абсолютно все эти вопросы, не только можно, но и нужно, я бы сказал, даже должно задать лечащему врачу. А врач, соответственно, должен на них ответить. К сожалению, вот с этим у нас очень большие проблемы, но на самом деле не только у нас, но и в любой другой стране, особенно там, где, допустим, те же самые штаты, когда к психотерапевту можно записывать чуть ли не за полгода, и получив назначение, зачастую просто обратной связи нельзя получить вообще. А реакция может быть самая разнообразная на препараты, не обязательно она страшная и ужасная, но мало ли, если что-то случится, а у кого я спрошу. И начинаются вот эти поиски в Google, пункт 3, и, соответственно, все это летит к черту. Вот, поэтому крайне важно, чтобы врач вам объяснил, что он означает, почему он означает, для чего он означает, в какие сроки вы будете, ну, хотя бы предварительно получать или жадать какие-то результаты, какие проблемы могут у вас возникнуть, и чтобы у вас была обратная связь с врачом, чтобы вы могли задать эти вопросы. Это решает значительную часть проблем по приверженности терапии, ну, и, собственно говоря, позволяет ее корректировать. И четвертый пункт, он самый простой, человек просто забывал принимать лекарства. Ну, берем телефон, ставим три будильника и принимаем по нему. Еще один момент, это, конечно, важность коррекции терапии, то есть вот мы, опять же, возвращаемся к этим трем пунктам, недостаточно информированности, прийти к врачу, получить назначение и дальше принимать их вообще без какой-либо коррекции. Это крайне пагубная тактика. У меня есть целая такая группа пациентов, которые делают именно так. Они пришли, им назначили лекарства, они начали их принимать, и они сгинули. Все, их больше нет, они не появляются. Жить наладилось. Да, потом, соответственно, там кто через полгода, кто через год приходит, а, вот, да, мне хорошо помогло, ну, и я так и принимаю, что вы мне назначили. Ну, там уже, ну, если все помогло, если там первоначальная схема зашла идеально, ну, слава богу, с одной стороны. С другой стороны, это всегда требует какой-то коррекции. То есть ему уже половину препаратов можно было отменить. Что-то через месяц, что-то через два месяца. Кто-то делает так и не получает достаточного результата. То есть вот пункт 2 – недостаточная полнота и скорость наступления терапевтического эффекта, и тоже пропадает. Соответственно, если человек выявил у себя, допустим, тревожную депрессивную симптоматику, она у него уже достаточно длительная, больше месяца. Ему не помогают отдохнуть, погулять, расслабиться, потусоваться, поспать, съездить на курорты и так далее. Он решил обратиться за помощью к специалисту. Он решил обратиться за помощью все-таки к психиатру, что более правильно. Он обратился, получил назначение. И вот дальше, дальше от него требуется. Первое – задавать вопросы по первым трем пунктам. То есть если ему что-то непонятно, хоть в какой-то степени задавать вопрос. Это раз. И второе – ему надо регулярно появляться для коррекции схемы лечения. Стандарт – это раз в месяц. Раньше я пытался как-то увеличить этот интервал, но там что-то кому-то неудобно, кому-то дорого, кому-то еще что-нибудь. Не работает. Не работает. Если ты говоришь «проходить раз в месяц», то, в принципе, где-то половина будет проходить раз в месяц, половина будет проходить раз в два месяца. Это в лучшем случае. Если ты говоришь, что, может быть, можно и не раз в месяц, то жди его через полгода. Естественно, со всеми вытекающими последствиями. То есть, если человек задает вопросы, ну, естественно, если врач на них отвечает, если не отвечает, соответственно, наверное, надо менять врача. Если человек задает вопросы, получает на них ответы, если схема регулярно раз в месяц корректируется, или чаще, если у меня есть необходимость, то в 85, как минимум в 85, а скорее даже в 95% случаев, можно добиться улучшения состояния, как минимум, либо стойкой стабильной ремиссии, как максимум. Либо выздоровление, что тоже вполне вероятно. Супер, здесь я понял. У меня, по ходу, я вот слушаю вас, возникает такой вопрос, с историей начну. Мне в свое время рекомендовали пропить антидепрессанты, и у меня в голове есть две очень интересные истории. Одна история, это такая фраза, которую я услышал в свое время от Ирины Хакамады. Она сказала, что люди, которые достигают в жизни больших результатов, это люди с умеренной детской травмой. Почему умеренной? Потому что если она слишком большая, ну, ты, скорее всего, просто с ума сойдешь. Если ее нет, то у тебя нет вот этого стимула, стержня решить какую-то внутреннюю проблему, доказать или еще что-то. Это первая история. Вторая история, которую я в свое время услышал от Оскара Хартмана, моего дорогого и любимого, на тему Шака О'Нила. Баскетболист Шакел О'Нил, величайший, один из величайших баскетболистов всех времен, который всю жизнь, всю карьеру, пока он играл, он мучился с бесконечной тревогой каждый раз, когда он выходил на игру. И в какой-то момент, когда он уже там был суперзвездой, и он вот решил, что все, я настолько уже как бы добился, могу контролировать себя, что мне нужно решить эту проблему. Он нанял там суперспециалистов, психологов, психотерапевтов и так далее, и так далее, и избавился вот от этой проблемы, его перестало это тревожить и так далее. Но с этого момента он не сыграл ни одной великой игры. Он играл, да, он играл хорошо и так далее. Но вот его великие игры, они на этом закончились. Теперь вопрос. Нет ли такого, что вот эти вот тревоги, вот эти вот перепады, вот этот внутренний конфликт, вот эта вот бесконечная проблема внутренняя, она и является в какой-то мере стимулом к тому, чтобы создавать что-то большое, великое. И что именно такие люди, которые слегка как бы отшибленные, назовем их так, именно они вот из этого состояния и создают что-то, потому что у них огромное количество каких-то проблем и так далее. Прекрасный пример, ну, понятное дело, что это вырванный из контекста, не знаю, Стив Джобс, которого, я не знаю, многие, наверное, не знают, но это человек, от которого отказались родители, потом его взяли там из детдома, потом его сдали обратно в детдом. Там сумасшедшие какие-то истории. И вот я там читал книгу, много про это рассказывается, и он там сам как бы, да, об этом много думал, рефлексировал. Вот, и когда тебе говорят, что ты можешь исправить это, то возникает вопрос, у меня лично возник вопрос, когда мне посоветовали, а не убью ли я в себе то, что позволяло мне и позволяет жизни получать результаты. Пускай я, как бы, да, избавлюсь там от тревоги, от каких-то своих внутренних проблем, но не дай бог я не смогу больше делать то, что я делаю. И выбирая, как бы ставить там, скажем так, определяя, что для меня в жизни важно, и я отвечаю себе честно, что для меня самая важная это реализация, я готов принимать там свои страдания и свои какие-то вот эти лютые переживания, лишь бы оставить это. Что вы думаете по этому поводу? Как вы считаете? Ну, смотрите, по поводу того, что умеренная детская травма, на самом деле, да, это подтвержденный факт. Проводили исследования, ну, правда, на мышах, но, тем не менее, и к людям это тоже вполне применимо. Создавали идеальные условия для мышей, и они жили, нет, повторяю, создавали очень плохие условия, постоянные стрессы, недостаток еды, плохая температура, там, пугали кошкой и так далее, и так далее. Мыши были затюрканы, там, взъерошенные, больные, жили недолго. Другие мыши жили в идеальных условиях, идеальное питание, идеальная среда, никаких стрессов, они были гладенькие, чистенькие, жили чуть-чуть подольше, чуть-чуть, незначительно. Мажоры аристократы. Да, 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 да. И третья группа, ну, там разные пробовали, ну, суть в том, чтобы не растекаться. И третья группа имела определенное соотношение достаточно жестких стрессов и позитивных положительных подкреплений. То есть где-то один к трём, один жесткий стресс и три положительных подкрепления. И вот эта вот группа была самая хорошая. То есть эти мыши были самые активные, самые такие эффективные. Ну, неэффективные, конечно, сложно сказать, эффективные мыши, что значит. Но тем не менее. Идея понятна. Да, да, да. Они были самыми-самыми хорошими из всех по кондициям, и они жили дольше всех. То есть абсолютно такой ровный, такой дзен полный, да, он, конечно, тоже, наверное, не для всех идеальный, не для всех подходит. Жесткое, постоянное стрессовое такое запрессованное состояние тоже, наверное, не идеал. То есть, да, должны быть нагрузки, должны быть стрессы, должны быть положительные подкрепления. По поводу того, что убьют ли антидепрессанты в человеке эмоции, да, это есть такие исследования, которые говорят о том, что антидепрессанты подавляют эмпатию. И их тоже очень любят читать, говорят, подавляют эмпатию, я стану бездушным роботом-убийцей. Это, знаете, эта картинка, когда дом вокруг горит, и ты такой с чашкой чая сидишь в этом огне. Да, да. Такое свойство есть, да, антидепрессанты снижают остроту эмоционального восприятия внешних факторов. То есть, не до такой степени, конечно, что при пожаре сидеть, чай пить, но, тем не менее, эмоциональный отклик будет существенно меньше. Не настолько острый, не настолько болезненный. Это сохраняется на период приема антидепрессантов. Дальше будет то, что человек захочет или не захочет себе сделать там, работая, допустим, по направлению психотерапии и психологии. Чего-то необратимого в человеке не произойдет. То есть, мы с вами сейчас, поскольку мы разбираем конкретную ситуацию, бизнесмен, который попал в жесткую ситуацию, он на протяжении уже нескольких месяцев в таком мощном прессинге, в жестком стрессе, у него снижается функциональность, он не может работать, он делает больше ошибок. В данном случае речь идет о том, что он, конечно, может сохранять вот это острие в себе сколь угодно долго, если его хватит. То есть, вопрос в том, хватит ли его до конца этого пути, он до него дотянет или нет. Конечно, это всегда определенный выбор. То есть, и в бизнесе, и в жизни вообще. Человек много-много-много-много-много раз на протяжении жизни сталкивается с ситуацией, в которых он может выжить и может погибнуть. Ну, раньше это было чаще, в современном обществе это реже, но тем не менее, полсотни игр у смерти выиграв подряд, цитирую там Висбор, если. Но суть в том, что да, постоянно мы с этим сталкиваемся, и только сталкиваясь с этим, и выигрываем, и двигаемся вперед. Абсолютный вот такой вот дзен, сидеть и медитировать, позелаться 8 часов в день, питаться росой и так далее, это, конечно, тоже вариант, кто-то его выбирает, но вряд ли это бизнесмены. По крайней мере, вряд ли активно функционирующие бизнесмены, может быть, когда-то потом. Поэтому вы совершенно правы, здесь важен баланс. То есть, нельзя сказать, что да, нам надо добиться вот абсолютно ровного состояния, или нам надо добиться какого-то суперэнергичного состояния, или нам надо добиться какого-то вот правильного состояния. Нет правильного состояния для всех. Для кого-то это будет гораздо больше сохранных эмоций и энергий, для кого-то это главное, чтобы меня не трясло черту все остальное, для кого-то это будет главное, чтобы я спал, для кого-то это будет главное, чтобы я с утра подрывался и мог бегать по потолку. То есть, у каждого, естественно, свое. Поэтому я и говорю, что контактировать с врачом, задавать врачу вопросы, выбрать тактику терапии, выбрать то, что нужно, а что не нужно, надо, ну, во-первых, в самом начале, а дальше по ходу лечения это все корректировать. Потому что возможности достаточно большие. Естественно, ни антидепрессанты, ни другие препараты не будут за человека ни здоровым, ни счастливым, ни активным, ни успешным, ни деятельным, никаким другим. Это будет сам человек. Лекарство – это то, что позволяет помочь в той или иной ситуации решить те или иные проблемы. Вообще лекарства назначаются только при наличии проблем. Не просто так, давайте все есть антидепрессанты, чтобы мы все были спокойными и уравновешенными. Можно, конечно, было бы и так сделать. Возможно, фармакомпании были бы как раз рады такому варианту. Давайте профилактически всем все назначим, и как бы будет поспокойнее. Да, как я в школе учился, у меня у товарища был отец, и мы что-то с ним как-то раз сидели и говорили про счастье, про вот гарбонию внутреннюю. И он фразу такую сказал, до сих пор я помню, столько лет, потому что он говорит, постоянно, вечно счастливыми бывают только дебилы и наркоманы. У среднестатистического человека так или иначе бывают все равно какие-то отклонения и перепады. Кстати говоря, это очень интересная тема, но насчет наркоманов сильно сомневаюсь. Сейчас я еще задам обязательно вопросы, потому что в предпринимательских кругах область есть, так сказать, интересная. Не только в предпринимательских. Насчет наркоманов это крайне сомнительный тезис, а вот насчет дебилов это очень интересно. Я вот уже много-много лет хочу написать то ли статью, то ли эссе по поводу умственной отсталости как эквивалента счастья. Потому что это действительно так. Когда у человека серьезно снизена умственная функциональность, когда он не имеет вот этих вот притязаний, не имеет этих желаний какой-то реализации и так далее, когда его интересы ограничены тем, чтобы ему было тепло, чтобы он не испытывал жажды голода, ну и холода, естественно, и чтобы его кто-то любил, любил не в плане того, чтобы меня любили какие-то там супермодели или еще кто-нибудь, просто любой человек, неважно вообще, любил не в физическом там каком-то сексуальном смысле, а просто чтобы к нему тепло относились, то это очень счастливый человек. У нас, когда я проходил практику, был в геронологическом отделении, у нас был олигофрен, имбецил, если точнее, то есть средняя степень умственной отсталости, доживший до 70 лет. Это очень порядочный возраст, к сожалению, у нас такие люди часто гибнут раньше. Но вот его родители до последних дней о нем заботились, его любили. И это был чрезвычайно приятный человек, то есть он улыбался все время, он помогал активно, если там что-то надо было делать в отделении, он с радостью это делал, он там вот, ну, прям такой вот солнечный, можно сказать, человек. И я думаю, что он действительно был счастлив. Поэтому и такой вариант счастья тоже возможен. Ну, все-таки, надеюсь, так или иначе, да, что иногда лучше поработать над собой. Но подводя итог вот этого блока, что хочу сказать, какие выводы я для себя сделал из разговора с вами сейчас, что все-таки любое медикаментозное вмешательство и любая терапия это не волшебная кнопка, которая делает тебя суперсверхчеловеком, а это просто инструмент для того, чтобы у тебя был ресурс, для того, чтобы ты мог с собой поработать. То есть волшебство не произойдет? Безусловно, безусловно. Волшебство это не в медицину, волшебство это в другую епархию. Ну, да. Так или иначе, вот хочется еще, знаете, все-таки поговорить о том, к чему стремиться. То есть вот я часто размышляю, а что такое счастье, да, а что вот такое какое-то здоровье мое внутреннее, вот вообще в каком состоянии я хотел бы находиться, и у меня зачастую возникает вопрос вообще, что это такое? Вот если мы с вами говорим про то, что человек здоровый, то как в современном обществе этот человек психически здоровый выглядит? Потому что я так понимаю, что вот эти вот временные расстройства и так далее, но они вот все равно встречаются вот почти у всех, условно, хотя бы какой-то период времени. Но если мы возьмем и скажем, вот этот человек, ему вот ничего не нужно, ему не нужно лечение, да, у него бывают перепады, он бывает грустит, бывает радуется и так далее, но он здоров. Это кто сегодня? Как этот человек выглядит? Ну, здесь вы задали несколько более широкий вопрос, чем просто критерии психического здоровья, да? Давайте начнем с критериев, как более простого, к простой части. Есть красивое ВОЗовское определение, я его наизусть не помню, но оно такое достаточно занудное. Давайте попроще, да? Что такое психическое здоровье? Психическое здоровье – это такое состояние психики, которое человек, как правило, не ощущает. То есть мы не ощущаем свою психику в норме. Мы не говорим, что у меня там депрессия или тревога, или там навязчивость или еще что-то. Нормальная наша психика, она нами никак не ощущается. Мы можем говорить, что я сегодня энергичный или я сегодня вялый, но мы не используем термины из психиатрии для описания нормальной психики. То есть мы не чувствуем свою психику. Но ровно точно так же, как мы не чувствуем здоровую печень, здоровый желудок, легкие, сердце. Если человек здоров, он не чувствует свой организм, что тут у меня стрельнул, тут у меня кольнул. Как здоровая старость – это болит все и везде, больная старость – это если что-то болит, сильнее. Соответственно, психику он не ощущает, как какие-то феномены психические, которые у него проявляются, которые как-то его заставляют обращать на себя внимание. Второе – он чувствует себя комфортно. То есть ему ничего не мешает, его ничего не напрягает. И это его комфортно не напрягает и не мешает окружающим. Какие тараканы при этом водятся в его голове, что они там пляшут, Камаринского или цыганочку – это, в общем-то, его проблема. Может, ему нравится, может, ему комфортно. Да, да. То есть если состояние человека комфортно, если это состояние комфорта его не мешает и не представляет явный дискомфорт для окружающих, и он не ощущает свою психику с какими-то феноменами патологическими, то, собственно говоря, и слава богу, можно уже сказать, что он здоров. В целом, звучит понятно. Тут, конечно, интересный момент, когда я, например, схожу с ума по-своему и, например, сливаю это все на жену и говорю, обсуждай со мной, помогай мне решить проблему, а ей все это не очень мило и нравится. Это я мешаю ей жить, получается? Ну, это надо спрашивать у того человека, на которого вы все это выливаете. То есть тут я-то не могу сказать, и вы тоже вряд ли сможете наверняка сказать, насколько ее напрягает. Если, допустим, ну, не вы, а какой-то условный там человек, какая-то пара, да, один постоянно жалуется, там из него просто нытье поступает каждый день декалитрами, а другой, наоборот, чувствует себя спасителем, это выслушивает, там вытирает слезы. У них баланс и не янь. Да, то у них баланс, они довольны друг другом. Один удовлетворяет потребность спасать, другой удовлетворяет потребность ныть, и все прекрасно. Тоже вариант баланса, тоже хорошо, почему бы и нет, они могут быть счастливы. Ну да, согласен, здесь все-таки система, вот я чем дальше вас слушаю, тем больше понимаю, что это все-таки супергибкая история и очень индивидуальная, персональная. Кому-то комфортно в своем состоянии, кому-то некомфортно. Безусловно. И здесь вот нет такой аксиомы. Понял. Давайте еще одну тему хочу очень затронуть, которая сегодня, я вот уже сказал, она в кругах предпринимателей суперактуальна. Люди, начитавшись разных книг интересных американских, мы все узнали про ЛСД, про Айваску, про грибы и так далее. Я слышал, что вы кратко об этом рассказывали, по крайней мере, из того, что я вас слышал, но мне интересно понять, во-первых, несколько вопросов, сразу их задам, дальше постепенно поймем. Первое. Насколько в действительности это имеет смысл, и насколько, там, я не знаю, имеет смысл пытаться что-то найти, какие-то ответы, придумать гениальные изобретения, пробуя там ЛСД, грибы, Айваски и так далее. Второе. Мне, естественно, очень интересна обратная сторона всего этого, потому что я из каждого утюга буквально слышу, ой, я там слетал в Перу, попробовал это, там я мухоморы ел, там я еще что-то ел. И очень много интересных историй, и очень мало обратной стороны всего этого я слышу. Вот два таких вопроса. Так, ну, по поводу того, насколько гениальные творения можно совершить под воздействием тех или иных веществ. На самом деле эта тема, она циклична, то есть она возвращается снова и снова, и как минимум в 20 веке было как минимум две волны, это вот треть уже в 21. Вот я, опять же, упоминаю Стив Джобс, он у себя там по книге даже, что ЛСД это чуть ли не лучшее, что он говорит, я пробовал в своей жизни, скажите ЛСД, спасибо за Apple. Вот, то есть регулярно люди к этому возвращаются, люди пытаются расширить свое сознание, найти что-то новое, там, открыть третий глаз, постигнуть совершенство, достигнуть дзена, ну, в общем, кто чего там пытается достичь и так далее. Но почему-то это не получает дальнейшего развития, то есть каждый раз волна, каждый раз пик этой волны, те или иные свершения, великие или не очень, гениальные люди, дегенеративные откровенно, и потом все идет на спад, некоторое время все спокойно, несколько, как правило, десятилетий, потом опять снова, да, вот мы снова открыли мухоморы, а то их викинги не знали. И нельзя сказать, что вот эти вот волны такой углубленности в расширении сознания при помощи веществ прямо дают всю научную, так сказать, весь научный прогресс за этот период. Какой-либо доказательной базы, внятной доказательной базы субъективного мнения конкретного данного человека, что, а, да, вот я под этим сказал столько гениальных мыслей. А именно того, чтобы что-то хоть как-то доказывало, да, сейчас есть вот исследование, что там расширяются нейрональные, межнейрональные связи, перестраиваются межнейрональные связи, пытаются для этой цели использовать там и МДМА, и экстази, и там селоцибин тоже пытаются использовать. Но по сути дела, по сути дела, это каждый раз получается в определенной степени рулетка. То есть мы оказываем воздействие на психику, мы оказываем воздействие на психику, самое главное, малоконтролируемое. То есть это, по сути дела, ну, я приводил уже этот пример, это все равно, что взять в стакане, где все уже осело на дно, взять это все, взмешать, и посмотреть, как осядет снова. Оно может осядеть очень красиво и гениально, а может быть осядет так, что это будет что-то ужасное. И в большинстве случаев использование что диссоциативов, что психоделиков для того, чтобы сделать что-то с психикой, это вот такой вот вариант. То есть мы встряхнули калейдоскоп, посмотрели, о, красиво, или посмотрели, господи, ну, и ужас такой получился. Беда в том, что мы не всегда можем встряхнуть его в следующий раз. То есть мы можем получить стойкую к второй части вашего вопроса, ошибка выжившего, о том, что я сделал гениальное открытие, я сделал генеральное открытие, а я до конца жизни остался в сумасшедшем доме. То есть тот, который остался в сумасшедшем доме... Историю не рассказывает, у него нет доступа в массы. Да, 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 он истории не рассказывает, ну, во-первых, гордиться особо нечем, а с другой стороны, действительно, просто физически может не рассказать. Это очень сложная для изучения тема. То есть даже в рамках научного исследования это очень сложно. То есть под контролем, под наблюдением, под контролем всех показателей, под четко выверенной дозировкой, под контролем частоты вещества, которые употребляются. Даже в этих случаях получить стабильные результаты, как правило, не получается, потому что уже пробовали ЛСД лечить там все, что хочешь, это начинает с шизофрения. Не получилось. Сейчас есть возможность делать все более и более селективно действующие варианты тех или иных препаратов, выделять более тонкодействующие фракции. Возможно, что-то получится, возможно, нет. Но что совершенно точно, если вы едете, покупаете какое-то уличное вещество, которое вообще непонятно кто, где, как, когда делал, по какой технологии, с использованием чего для очистки, использовалось ли вообще хоть что-то для очистки, или вы принимаете какое-то растительное сырье, которое содержит огромное количество алкалоидов, почему, собственно, отошли от лекарств из растений. Ну, так замечательно, природа, она нам дала бледную поганку, это должно нам классно помогать, что из земли выросло, то полезно. От лекарств из растительного сырья отошли именно по той причине, что в любом лекарственном растении, помимо, собственно, лекарственного составляющего, присутствуют еще десятки и сотни алкалоидов, которые совершенно не нужны. То, что растение впитало из среды, да? Нет, не обязательно впитало, просто по его биологии оно там присутствует. Оно присутствует в нем. То есть у нас же не растет какая-то химическая формула. Да, у нас... Каждый раз микс. Да, 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 это каждый раз микс, и потом это по-любому всегда очень много того, что не нужно. Допустим, в Англии были отравления, смертельное отравление валерьяной. Казалось бы, что... Да, да, кстати, я читал эту историю. Да, да, да. Но, тем не менее, в достаточной дозировке это совершенно безобидное растение, оно дает смертельное отравление. Соответственно, когда мы говорим о более серьезных веществах, если валерьяной можно насмерть отравиться, то, в общем-то, то, что взбалтывает мозг как ложечкой, совершенно не обязательно должно это делать так, чтобы потом вам стало хорошо. Поэтому это... Если это проводится вне научного эксперимента, это практически вообще никак не предсказуемо. Если это проводится в рамках научного эксперимента, ну, это более безопасно, безусловно. Но пока стабильных результатов, вот однозначных стабильных результатов за все эти волны получить пока еще не удалось. Поэтому я бы не советовал экспериментировать самому совершенно точно. Опять же, можно привести пример. А вот я столько лет употребляю, у меня все хорошо. Ну, опять-таки, ты... По мнению кого? Да. Ну, во-первых, по мнению кого раз. Во-вторых, а ты попробуй перестать употреблять, и как будет тебе хорошо после этого. Ну, и в-третьих, опять-таки, ошибка выжившего. Я употребляю столько лет нехорошо, а я употребил один раз и поселился в дурдоме. К сожалению, таких случаев полно. То есть, с тем же самым каннабисом, который как бы не вообще... Ну, кто-то говорит, вообще не наркотик, кто-то говорит, легкий наркотик. Там, ну, у всех свое мнение, естественно. Сейчас все про каннабис отдельно спрашивают. Да. Но именно каннабис, как ни странно, даже в большей степени, чем ЛСД, может провоцировать развитие психозов. Интересно. Даже с однократным употреблением. Сейчас все раз про это еще затрону. По поводу вот... Попробуй не принимать. У меня собственный опыт был, когда вот этот юношеский период был, когда мы постоянно пили просто целыми днями. И мне казалось, что я вообще свежак. То есть, я вообще думал, что просто я суперчеловек, и я вообще ничего не чувствую. А потом в какой-то момент я думаю, ну, кажется, уже пора со всей этой веселухой заканчивать. Я перестал вообще пить алкоголь на какой-то долгий период, там, на год. А потом выпил. И на следующее утро я подумал, господи, что со мной произошло? Я думаю, неужели я так постарел за год? И потом просто осознал то, что в действительности мой организм отвык от вот этого состояния постоянного опьянения, похмелья и так далее, что в действительности все то время, что я думал, что мне классно, я на самом деле не знаю, как бы мне было классно, если бы я вообще не пил алкоголь. Так что, мне кажется, вот из этой как раз оперы тоже. Ну, может быть, не совсем. Все-таки диссоциативы и психоделики, они немножко по-другому действуют, чем алкоголь. Но то, что касается алкоголя, да, поскольку вы затронули эту тему, то тут, да, при регулярном употреблении, часто вот пациент, когда обращается к наркологу за помощью, что вот, я когда пью, мне все нормально, а тут перестал пить, печень заболела, поджелудочная заболела, сердце колотится, голова болит, тошнит, что такое вообще, кошмар какой-то. Ну, так правильно, у тебя организм привык, что он у тебя работает на алкоголе, а потом ты взял его полностью убрал. То есть, организм вообще не понимает, что ему в следующий момент тебя ждать. То есть, ему готовится перерабатывать очередную порцию топлива, там, печень там несчастная потеет, его перерабатывает, а ты и чай. А все то, что она понаврабатывала, алкогольная гидрогеназа, куда ее девать теперь, тоже надо как-то утилизировать. Ну, и, соответственно, человек чувствует себя не ахти. То есть, допустим, если у человека уже сформировалась третья стадия алкогольной зависимости, то он однозначно чувствует себя гораздо лучше в состоянии опьянения, чем в состоянии трезвости. Да. Тем не менее, пару бокальчиков три раза в неделю вечером снять стресс, это хорошо, плохо, никак? Это по-разному. Это абсолютно по-разному для разных людей. То есть, есть, опять же, та самая ошибка выжившего, что мой дед там пил по стакану водки каждый вечер и дожил до 80 лет. Такую историю знаю просто ровно от ближайших. Это, наверное, у всех. Да-да-да. И прожил 300 лет. Такой специальный дед, который пьет стакан водки. Да. Вот. А для кого-то это действительно может пройти без последствий. Ну, то есть, последствия, конечно, будут чисто физические за счет переработки всего этого алкоголя, который поступает в организм. Но свои ресурсы печени, свои ресурсы пожелудочной железы, там, своя устойчивость организма. И это может не сказаться сильно на здоровье. Может. Ну, вот. Но у кого-то, опять же, это совершенно реальный пациент, который начал выпивать в 14 лет слегка, в 15 он уже пил там по бутылке водки в день, а к 20 годам у него уже, в общем-то, было фактически алкогольное слабоумие. То есть, там... Ну, это уже прям совсем такой случай. Там от мозгов просто ничего... Ну, как ничего не осталось, он как бы... Да, он знал, что на стуле сидят, там не утратил речь, но никакой кризис к своему состоянию, интеллект там где-то вот на этом уровне у него остановился, где-то в районе там средней школы, да, середины средней школы, да. И, в общем-то, шансов не отказаться от алкоголя, не как-то нормализовать свою жизнь уже нет. То есть, когда мы говорим про пару бокалов вечером, это просто наблюдать за собой и делать выводы, исходя из того, что ты чувствуешь. Насколько вам необходимы эти пары бокалов, что вам дают эти пары бокалов, не превращаются эти пары бокалов в тройку бокалов, не превращается эта пара раз в неделю, 3-4-5 раз в неделю и так далее. Если есть тенденция к увеличению частоты и количества, то это уже однозначно сигнал к тому, что надо прекращать вообще. Да, это такие интересные зависимости, которые никто не замечает, да, как оно плавно влилось в свою жизнь, и вроде ты уже не можешь без этого жить. Про кокаин несколько раз упоминали, и опять же, потому что кокаин очень сильно популяризирован в предпринимательских кругах благодаря шикарным голливудским фильмам и фильмам про Уолл-стрит и так далее. Насколько я понимаю, чисто технически ничего криминального в этом нету, кроме одной такой штуки, что когда ты принимаешь кокаин, у тебя происходит какая-то сумасшедшая выработка как раз того самого серотонина вроде бы, да, и после этого у тебя идёт резкий откат, и условно твои рецепторы, они уже не принимают твой естественный серотонин, и в итоге ты скатываешься в депрессию, тебе хочется постоянно-постоянно-постоянно появляться зависимость уже, которая ведёт к разрушению организма. Или же я чего-то не понимаю, и всё ещё хуже? Нет, ну, глобально то, что вы сказали, да, вполне можно принять как такую концепцию для неспециалистов. Я бы расширил, то есть это не касается только одного кокаина, это касается, в принципе, любого стимулятора. Любой стимулятор, стимулирующий наркотик, будь то кокаин, там, как растительное, вещество на растительном сырье, будь то чистый синтетик, там, метамфетамин, это в любом случае дикое настёгивание организма. То есть это вещества, которые позволяют организму использовать абсолютно все ресурсы, которые он не может и не хочет использовать по той или иной причине. Это крайне рискованно, потому что если ваш организм по какой-то причине не хочет что-то задействовать, у него для этого есть какие-то основания. То есть он держит запас, он держит какой-то резерв. Вы заставляете его при помощи вещества, ну, опять-таки, мы говорим упрощённо, чтобы было понятно, там, сертонин, дофамин, адреналин – это не принципиально. При помощи кокаина, при помощи метамфетамина, там, любого другого вещества, вы заставляете организм использовать всё, что у него есть. Один день, другой день, третий день, пятый день. Естественно, что за это время организм использовал уже просто не просто всё, что у него есть, а всё то, что у него было, что у него не было, и что нельзя было трогать ни под каким видом. Естественно, что после этого вы получаете полный набор того состояния, который прямо противоположен действию кокаина. То есть, если кокаин – это энергия, это активность, это бодрствование, это секс, это общение, это такой живчик, то после него вы получаете прямо противоположное. Да, это паршивое настроение, это отсутствие сил и энергии, это, с одной стороны, крайняя усталость и желание уснуть, с другой стороны, бессонница. Ну, кому как повезёт, кто-то проваливается хорошо, наоборот, сон на несколько суток. Это разбалансировка всех систем, каких только можно, потому что они работали в режиме плюс 300%, а сейчас им как-то надо прийти хоть на режим энергосбережения хотя бы. А как это делать, тоже не очень понятно. То есть, организм пытается это всё как-то собрать, то, что у него развалилось за это время. Но это не одна проблема. Проблема в том, что все стимуляторы очень сильно бьют по сердечно-сосудистой системе. И если мы берём ту группу предпринимателей, которые не 25, а которые ближе к 45, то, в общем-то, тут уже есть определённые риски. То, что в молодости сердце может потянуть, ну, не в старости, это даже не средний возраст, то есть до 45 это всё ещё молодость по текущим критериям ВОЗ. Но в этом возрасте уже сердце может и не выдержать. То есть, это резкий рост давления, это постоянные атакисистолии, то есть учащённое сердцебиение и, в общем-то, зачастую даже неэффективное. И это может приводить и к инфаркту, и к инсульту, и к сердечной недостаточности. Поэтому стимуляторы, если... Ну, мы, естественно, не говорим, что их можно использовать, мы не пропагандируем наркотики. Это всё запрещено и противозаконно. Но если человек их использует, он должен чётко понимать, что он использует тот ресурс, который организм по той или иной причине не хочет или не может отдавать. Берёт в кредит, по сути. По сути дела, да, и проценты будут серьёзные. Да-да-да, точно не льготная ипотека его ждёт. Интересно. А вот если всё-таки углубиться немножко в тему травки, и вот честно скажу, в двух из трёх стран, в которых я провожу основную часть своего времени, она запрещена, но в одной стране она абсолютно легализована. И я иногда иду по улице, и кто-то стоит, курит косяк, и я думаю, вот я выпиваю пару бокалов вина, я на самом деле редко довольно это делаю, но тем не менее, раз в две недели я могу выпить 2-3 бокала вина. И меня всё равно после этого не очень хорошо себя чувствует. Но если я выкурю косяк, то на следующий день я чувствую себя прекрасно. И хотя я последний раз пробовал травку много-много лет назад, но сейчас, мне 28 лет, я такой думаю, а может быть люди, которые пропагандируют легализацию травы по всему миру и так далее, они что-то понимают и знают, и может быть в действительности, если ты, там, я не знаю, как ты вино пьёшь раз в неделю или раз в две недели, ты с такой же частотой будешь курить небольшой косячок, то это в целом положительно скажется на твоей жизни. А что, мышечный релаксант, ты расслабляешься, у тебя хороший сон после этого, потом ты хорошо поешь после этого, то есть, казалось бы, у тебя вообще, ну как бы всё хорошо, вино, если ты выпил, у тебя, тебе хочется кучу воды пить, у тебя обезвоживание организма, ты плохо спишь после этого, бегаешь в туалет, наутро у тебя болит голова, даже если ты хотя бы какое-то значимое вообще количество выпил, у этого нет. Что вы думаете по этому поводу? Не нужно ли легализовать травку везде и, ну, просто, скажем так, определить норму? Понятное дело, что всегда будет человек, который убьётся бутылкой водки, там, или тремя, точно так же, как человек, который до смерти накурится, но мы всё-таки говорим про более-менее адекватный срез людей. Ну, во-первых, хотел бы напомнить про у Нила, да, что вы говорили, что вот он избавился от тревоги, и больше великих игр у него не было. Но вот если бы он регулярно курил, то, скорее всего, тоже бы великих игр не было. То есть, здесь та же самая ситуация. Это седативная, по сути, да? Ну, да, да, это расслабление, это седация, это... На самом деле, тоже не так однозначно. Смотрите, в принципе, глобально, если говорить, любое вещество может быть и лекарством, и ядом. Зависит от дозировки, частоты и, собственно, цели применения. Если мы чисто теоретически рассуждаем, то можно вообще легализовать все наркотики. Чисто теоретически, да? Если мы обеспечим прямо вот стопроцентный контроль частоты дозировок, что мы исключим возможность передозировки, что это будет осуществляться только под контролем медперсонала и жизненных показателей, чтобы человек мог попробовать любое вещество вообще. Пришел, сел под препарат, обдолбался, посмотрел, как среагировал. Да, да, по большому счету, да. То есть, чисто теоретически... Это, кстати, интересно. ...в условиях вот такого лабораторного контроля жесткого мы можем попробовать любое вещество. И если мы будем видеть, что человек приходит раз в месяц... Мы сейчас обсуждаем некую такую утопию или антиутопию, естественно, а не пропагандируем. Но если, допустим, человек раз в месяц приходит, получает дозу героина абсолютно чистого, и там все у него прямо четко дозировка, не то, что на глазок, сколько у него в чеке, а именно четко до миллиграмма. И эта дозировка у него не растет, и ничего другого он не употребляет. И вот он просто пришел, расслабился, получил это наслаждение и ушел. Чисто гипотетически это возможно. Чисто практически как-то реализовать, я, честно говоря, не представляю. То же самое и с травкой. Если мы говорим о положительных свойствах каннабиса, да, сейчас очень активно во всем, ну, не во всем, но в значительной части мира это продвигается, и лечение. При помощи каннабиса, его составляющих и так далее, и тому подобное. Где-то это используется и назначается врачами, есть определенные результаты. Ну, вот, кстати, в Штатах у меня коллеги тоже работают. Я бы не сказал, что там однозначно такой восторг по этому поводу, потому что многие отмечают, что реакции бывают разные. Даже на аптечный продукт, то есть не то, что там непонятно, как там, где выращено, чем еще и опрыскано, потому что уличные часто бывают еще с синтетическим напылением. Но даже, вот, казалось бы, идеальный продукт все равно у людей разные реакции, в том числе и выходы в панические атаки, вот эту дестабилизацию вегетативной нервной системы. Конечно, если говорить глобально и теоретически, то гораздо разумнее было бы не просто все жестко запрещать, а максимально декриминализировать и максимально четко контролировать, как использование распространения не должно быть. То есть распространение, это подразумевается, что это только в рамках, ну, как я сказал, под медицинским контролем. То есть любое вещество только под медицинским контролем, в специальном там, я не знаю, это, я думаю, будет окупающееся учреждение, где человек может прийти, все попробовать, там, что ему надо. Я думаю, слегка окупающееся. Да, 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 да. Но это мы, опять же, гипотетически. Возможно, это, по крайней мере, решило бы сторону криминальную наркомании. Сказать, что это абсолютно безопасно, сложно, потому что травка, каннабис, о чем я уже говорил, это вещество весьма непредсказуемое. То есть кто-то может употреблять постоянно и без каких-то выраженных особо вроде бы проблем. Но, опять же, не факт, что если он прекратит употреблять, вы будете тоже чувствовать нормально. Кто-то употребляет один раз и получает очень серьезные сложности в плане того, что дестабилизация, ну, хорошо, если только на уровне невротического расстройства, то есть всякие эти панические атаки, тревога, это вегетативные реакции, вот этот визуальный снег, HPPD, то, что сейчас модные такие явления, они сейчас стали описываться. Это какие-то бэттрипы? Не совсем. Визуальный снег – это когда в поле зрения постоянно присутствуют какие-то, естественно, визуальные феномены, там, как правило, либо снег, либо какие-то мерцания, следовые изображения и тому подобное. HPPD – это стойкое нарушение восприятия вследствие употребления психоактивного вещества, то есть тоже какие-то проблемы, как правило, визуального характера. Но они достаточно близкие. Снег просто это изолированный, а HPPD – более распространенные варианты. Вот, и риски всё равно есть, поэтому сказать, что это хорошо, или это однозначно хорошо, или это однозначно плохо, нельзя. Можно сказать, что если это неконтролируемый по производству продукт, то это всегда рулетка. То есть, опять же, масса примеров, когда человек употреблял, употреблял, употреблял тот самый каннабис, всё было нормально, сменился у него дилер, он употребил, и всё, крыша уехала, теперь вот ловим, пытаемся поставить на место. То есть, подводя, опять же, здесь итог. Ну, первое, всё есть яд, всё есть польза, это мы зафиксировали уже, это вообще всего касается, да? Здесь ещё, опять же, вопрос рулетки, ошибки выжившего, он всегда очень сильно присутствует. Да. Ну, а, кстати, по поводу вот декриминализации, есть же, по сути, вот идея, одна из идей, которая как раз пропагандирует активисты, которые борются за каннабис и так далее, она касается того, что нет смысла запрещать наркотики, потому что весь этот трафик, он всегда будет, и вопрос того, что государство хотя бы налоги должно с этого собирать, организовывая всё это сама, потому что это в любом случае будет, просто давайте, пускай государство будет зарабатывать и хотя бы качество всё этого поднимется. Хотя я, конечно, ну, я далёк от этой темы, мне просто интересно, потому что это витает всегда, и тебе часто говорят, а не хочешь там грибов, а не хочешь того? Я говорю, слушай, окей, я настолько всего этого боюсь, честно говоря, что не хочу, мне очень интересно, но я так боюсь всего этого, что я сам, ну, просто реально, что последствия какие-то будут необратимы, там, не знаю, умру, условно, под всем этим, что не буду, но вот поэтому я задаю вам вопросы, мне, на самом деле, дико интересно понять вообще. Ну, по поводу докриминализации, чтобы налоги собирать, у нас налоги сводки хорошо собираются. Ну, в целом, шило на мыло. Да, 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 поэтому тут тоже надо не просто налоги собирать, а если эту тему как-то рассматривать, то, на мой взгляд, это должно быть строго под медицинским и лабораторным контролем. Вот тогда это можно было бы рассматривать. Если этого не будет, если человек может просто пойти купить в одном месте, втором, третьем, четвертом, потом все это замиксовать, загнать в себя и отъехать, то это не вариант. Ну, и, собственно, подводя здесь, как бы, опять же, под линию, я вначале говорил про Айваску, упоминал о Перу, тут я вообще, исходя из ваших слов, ты приезжаешь, не пойми куда, не пойми с кем, тебе в ведре мешают, не пойми что, и потом ты это пьешь. И потом результат может быть абсолютно любой. Абсолютно верно. А еще по поводу наркотрафика я хотел бы сказать, ну, чисто это уже не моя сфера, не психиатрия, наркология, конечно, но тем не менее, что докриминализация, налогия, ну, он все равно всегда будет. Ну, на самом деле можно сделать, что не будет. То есть надо реально понимать, что наркотрафик без участия тех, кто с ним борется, практически невозможен. Сто процентов. И если этот момент будет решен, то, в общем-то, наркотрафика не будет. Я вот когда работал с наркоманами, ну, с наркоманами я их лечил, и, соответственно, полиция их ловила. Милиция тогда еще. Вот. Я абсолютно точно знал, как врач в нашем городе, в каких районах. Ну, адреса не знал точно, но представлял, где, в каких домах живут барыги. Я знал, у кого эти барыги берут, в свою очередь, более крупных поставщиков. Любой наркоман в городе знал, ну, практически все точки, где что-то распространялось. И любой на тот момент мент, сотрудник полиции, на тот момент милиции, тоже это отлично знал. То есть, это было известно... Было бы странно, если бы вы знали, а он не знал. Да, это было известно абсолютно всем, кто хоть как-то к этому хоть какое-то отношение имел. Это было просто, ну, вот, если бы было бы желание каким-то образом это ликвидировать, для этого было бы достаточно нескольких часов. Ну, я думаю, что эта история вот так во всем мире устроена. Да, и все имеют свои интересы. То есть, полиция имеет возможность постоянно срубать палки, она имеет стукачков, она имеет свои там, ну, я уж не говорю там про деньги, если имеют, то это тоже возможно вполне. Вот, поэтому можно сделать так, что трафика не будет. Можно. То есть, теоретически это вполне возможно. Я не говорю про конкретную систему, да, которая у нас существует, но, в принципе, это сделать возможно. Это не что-то неразрешимое. Ну, берем, читаем книжку про Сингапур и про то, как строился Сингапур, в целом, наглядный пример. В ту же степь чуть не забыл спросить, кальянчик, сигаретки. Я тут недавно наткнулся в Инстаграме, мне выпал рилс, где была конференция кардиологов, и к кардиологам прям к огромному количеству подходили и спрашивали, вот представьте, что вы можете выбрать только одно, что хуже всего влияет на сердце кровеносную систему. Что бы это было? Первое, что называли все кардиологи, это было курение. Что кальян, сигареты, сигары и так далее, что это просто вот то, что категорически ужасно. С точки зрения нашей психики, с точки зрения, опять же, предрасположенности к депрессиям, к расстройствам, еще к каким-то, курение. Многие считают, что это кальянчик, как мне сказал один мой товарищ. А что плохого? Человек приходит, он расслабился, кайфанул, после этого идет спокойно домой, чувствует себя хорошо, прекрасно же. Ну, с точки зрения психической зависимости, с точки зрения влияния на психику, если мы говорим чисто про табак без всяких там дополнительных компонентов, которые тоже встречаются, то, конечно, это не самая большая проблема в области психиатрии и наркологии. Хотя, конечно, на физическое здоровье это влияет очень сильно. И, в общем-то, это один из факторов, который влияет и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ну, и один из глобальных факторов риска развития деменции в том числе. Поэтому это не добавляет психического здоровья совершенно точно. Если вот мы возьмем все, что надо поисключать, то алкоголь и никотин, табак – это, конечно, в обязательном порядке. И про деменцию всех типов, и про депрессию – это там будет. К вам короткий опрос. Вы курите? Нет. Кальян? Нет. А алкоголь? Стараюсь его минимизировать по возможности. Ну, можете выпить. Да. А с точки зрения травку покурить, наркотики какие-то? Нет, нет, нет. Ну, вот, то есть, по вам можно сделать вывод, что, когда, как вы к себе относитесь, что имеет смысл и возможность быть внедрено в жизнь? Ну, я бы не сказал, что я являюсь каким-то эталоном в этом плане. В общем и целом, опять же, все очень индивидуально. То есть, умеренное употребление алкоголя, которое полезно потому, что в красном вине антиоксиданты, а коньяк – это идеальный тринквилизатор, а, не знаю, что-то еще для чего-то обязательно помогает. Ну, это весьма и весьма сомнительный, да, алкоголь от травматоидного артрита, недавно вот было исследование. Только поэтому и пью. Да, да-да-да, конечно, как же иначе. Вот, то есть, это весьма и весьма, так скажем, сомнительная аргументация. Вот, поэтому факторов риска употребления алкоголя гораздо больше, чем потенциально возможные, возможные, не обязательные, но возможные пользы. Поэтому лучше, если это не прямо вот является какой-то такой вот необходимостью, это практически никогда не является необходимостью, лучше в любом случае с этим не усердствовать. Понял. Финальная тема. Тоже прям такой, мне кажется, очень обсуждаемый вопрос. Проблема выбора присутствует, опять же, в предпринимательских кругах очень часто. Иногда тебя прямо штормит бесконечно. То тебя туда, то тебя сюда. Ты мечешься и не можешь понять, куда тебе все-таки идти. Это становится такой определенной навязчивой идеей. В дополнение к этому, из-за того, что у тебя вот такой расколбас, у тебя скачет настроение, и возникает вопрос, а не биполярочка ли у меня? И более того, иногда, когда ты приходишь к специалисту, тебе говорят, дружище, а тебе надо тесты сдать и провериться, а нет ли у тебя условной биполярки. И я знаю лично прямо несколько своих друзей, которым говорили так и ставили подозрения на биполярное расстройство, а некоторым даже подтверждали. Насколько вообще в действительности это можно определить? Потому что, на мой взгляд, это настолько субъективная штука, потому что человек, который определяет, специалист, врач, он не может понять, что я в действительности переживаю, какие у меня события. Может быть, у меня в действительности в жизни сейчас такой халст, что меня штормит. Может быть, у меня в действительности в бизнесе такие проблемы, что меня штормит и может штормить вот так вот каждый день. А он на основании того, что я рассказал, будучи эмоциональным, То, какая у меня речь, то, как я там вещал, делает выводы и говорит мне, ты вот такой вот. И это прямо очень сильно подбивает людей. Я знаю лично человека, которому сказали, и он очень сильно взгрустнул после этого, он напрягся и много месяцев еще потратил на то, чтобы как-то вообще исследовать это, смириться с этим и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, еще раз вернемся к тому, с чего мы начинали. Наша задача и задача предпринимателя, бизнесмена, попавшего в сложную ситуацию, в том числе и по своему психическому состоянию, не какой-то диагноз, какой он будет, как он будет написан, как он будет закодирован. Его задача, чтобы, если у него плохое состояние, чтобы оно стало хорошим. А как это будет называться? Хоть просветлением, хоть биполярочкой, не важно. По поводу биполярного расстройства. На самом деле, на данный момент мы имеем, на мой взгляд, совершенно неоправданную расширительную диагностику в плане этого заболевания. Немножко истории. В предыдущей классификации болезней, которая была уже больше 30 лет назад, МКБ-9, биполярное расстройство называлось маниакально-депрессивный психоз. Именно психоз. Что такое психоз? Психоз – это состояние неадекватное. То есть, это то, чего в принципе не бывает у здорового человека. Это то, что стояло и маниакально-депрессивный психоз стоял в одном месте в этом регистра шизофрении. То есть, это бред, это неадекватная оценка ситуации, это неадекватное поведение, это нарушение мышления. Вот это вот маниакально-депрессивный психоз. Потом это переименовали в биполярное аффективное расстройство, причем критерии диагностики не изменились глобально. Но на данный момент диагноз ставится действительно направо и налево. Если у человека какие-то проблемы с настроением, у него было хоть что-то помимо депрессии, то значит, у него биполярное расстройство. Если у вас была депрессия, а потом вам стало нормально или хорошо, это у вас маниакальная фаза. Если у человека была депрессия, а сейчас депрессия, и он еще злобный, это у вас гневливая мания. Если у человека была депрессия… Это просто вы сейчас ровно цитируете то, что мне мой товарищ рассказал. Мне говорят, это вот сейчас у меня период мании, потом у меня там еще что-то. Если у вас была, ну не у вас, а мы вообще говорим, если у человека не было депрессии, но вот как-то у него настроение, вот как вы сказали, штормит, то раздражительность, то плохое настроение, то вроде подъем, то это у вас смешанный эпизод биполярного расстройства. То есть, по сути дела, любой человек, если он не идеально ровный, просто вот такой, а изолиния у него просто вместо энцефалограммы, то у него, значит, обязательно какой-то эпизод. Либо депрессивный, либо маниакальный, либо гипоманиакальный, либо смешанный, либо гневливая мания, либо еще что-нибудь. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильный подход с точки зрения диагностики. Все-таки, еще раз, биполярное расстройство – это в прошлом маниакально-депрессивный психоз. Психоз. То есть, для того, чтобы говорить о диагнозе БАР, биполярное аффективное расстройство, мы должны иметь один, хотя бы один маниакальный эпизод. Что такое маниакальный эпизод? Мы говорили с вами про депрессию, да, снижение физического, снижение физической активности, психической активности, снижение настроения. Соответственно, мания – это, наоборот, повышенное настроение, повышенная физическая активность, повышенная психическая активность. Но это же замечательно, когда у человека хорошее настроение, хорошая физическая и психическая активность. Но при мании это все выходит далеко за рамки нормы. То есть, если человека, как мы перечислили, повышенная физическая и психическая активность и настроение, что он бодрый, веселый, активный, энергичный, деятельный, еще с улыбкой на устах. При мании настроение абсолютно неадекватно повышенное, то есть у него все валится, горит бизнес, он теряет его, выставили уже на черте знает сколько денег, его просто могут аннулировать, а он веселый, радостный, катается по Москве, общается со всеми и не смотрит даже в сторону своих катастрофических, по сути дела, проблем в бизнесе. Это мания, это маниакальное повышенное настроение, то есть он вообще, он даже не думает, да я это все решу, это все элементарно, это фигня, это не проблема, здорово, классно же, весело, погода, весна, цветы, здорово. То есть не объективная оценка реальности, по сути дела. Да, абсолютно не объективная, то есть там вообще никакой объективности речи не идет, просто все великолепно, он в экстазе, именно в экстазе, он наслаждение, он любит весь мир. Там кредиторы, мои любимые кредиторы, как я вас люблю, вы такие классные люди, ребята, мы все решим. Братан, у тебя такого ни разу не было. Да, вот, это повышенное настроение, повышенная физическая активность. Да, человек может бегать по потолку, он может плясать на дискотеке, у него там рыдерский захват, а он тут отплясывает сутки напролет, там ночной клуб закончился, он на улице вышел дальше плясать. То есть да, он может не спать, он может не есть, он может есть все подряд и худеть при этом, но вот такая физическая активность, такой вот супер-парафон. Повышенная психическая активность. Нет, он не решает проблему моментально, он не принимает решения, он не успевает озвучить свою мысль, его невозможно понять, потому что он перескакивает с темы на тему, с мысли на мысль, с вопроса на вопрос. У него может быть даже бессвязная речь, потому что он не успевает за своими мыслями, он не успевает их формулировать и не считает это нужным. Просто он выдает эти посылы, которые возникают. Вот это вот классическая мания, да. Она может быть гневливая, когда он вспыхивает на любой раздражитель и точно так же быстро угасает, перескакивает на другой и его уносит дальше. Да, это может быть смешанный эпизод, когда у него не все так вот лучезарно, красочно и прекрасно, а когда в этом еще проскативают и депрессивные моменты какие-то. Это все возможно, но основа, основа все-таки биполярного расстройства – это маниакальный эпизод, плюс-минус вот то, что я описал там с нюансами, с явным выходом за зону адекватности. Это невозможно не заметить у человека, то есть это делает человека сумасшедшим реально. То есть это заметит не только он, это заметит люди. Это заметит окружающий однозначно совершенно, то есть это не его обычный уровень активности, а это плюс 300, 400, 500, 600 процентов. То есть это то, что выходит за рамки не слегка, а ого-го-го как. Вот гипомания, она может быть похожа на то, что человек что-то вот такой на подъеме. Но гипомания – это скорее не биполярное расстройство, а циклотемия. И такие, да, и маниакальный эпизод, продолжительность от нескольких недель до 2-3 месяцев. То есть он в этом состоянии долгое время прибывает? Достаточно долгое время. А, то есть это не один день условно. Это не один день. Один день – это вот к циклотемии. Возможно, там действительно такая вот гипоманика на день, потом субдепрессия на пару недель. Вот это циклотемия. Это более легкий вариант. Биполярное расстройство light, так можно сказать, циклотемия. Если вы хотите более легкую версию, пожалуйста. Да, 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 такое тоже есть. Поэтому, когда я сталкиваюсь с пациентом, у которых диагноз биполярное расстройство поставлен на основание того, что у него был один депрессивный эпизод, второй депрессивный эпизод, а между ними вроде бы не было депрессии. Но это значит, что у вас была мания. Почему мания? С какой стати мания? Понятия не имею. Просто был неплохой момент в жизни. Ну, хорошее настроение, я сделал денег там, слетал на Бали. Но это у вас была мания. Почему обязательно? Я поехал в Москву, поступил в институт. Это у вас тоже была мания, значит. Я поменял место службы. Это мания. Ну, так это, извините... Все хорошее можно назвать манией. Все хорошее тогда мания. Поэтому, когда мы говорим все-таки про биполярное аффективное расстройство, то не надо забывать, что изначально это называлось, раньше это называлось, маниакально-депрессивный психоз. Если мы не имеем вообще ничего, вот даже близко похожего на такую вот психотическую, ну, или хотя бы субпсихотическую манию, кардинально отличающуюся от просто хорошего энергичного состояния у этого человека, то с этим диагнозом точно не надо спешить. Но глобально, даже если у человека выявлено биполярное аффективное расстройство, допустим, правильно поставлен диагноз, такое тоже случается, слава богу, это тоже не катастрофа и не приговор. То есть, в общем и целом, при биполярном расстройстве в подавляющем большинстве случаев удается достичь того, чтобы вот эти вот фазы депрессивные, маниакальные как-то стабилизировать на уровне более или менее приемлемой амплитуды колебаний. То есть, чтобы человек не выходил совсем уж в какое-то безумное сумасшествие на мании, чтобы он совсем не проваривался в какую-то глубокую тяжелую депрессию, в которой он вообще не функционален. Основная проблема биполярщиков, кстати, это даже не просто мания или просто депрессия, а это вот именно эти изматывающие качели, когда человек сначала взлетает на абсолютно вот этот вот сверхуровень по активности, а потом его оттуда шмякает в какой-то подвал глубокий депрессии. И вот он не может ничего не прогнозировать, не планировать, не вообще как-то выстраивать работу, потому что он не знает, в каком состоянии он будет. То есть, то ли он будет покорять Эверест, то ли он будет пытаться добраться до туалета. Да, интересно. Ну и для тех, кто с этим недоумом столкнулся, не будем забывать, что в мире огромное количество гениальных людей, которые обладали и являются обладателем биполярного расстройства. Мой любимый Канни Уэст, биполярочка, пожалуйста, привет. Феноменально. На самом деле, прям мега полезно. И я ответил для себя на огромное количество вопросов. Я бы с вами еще разговаривал и разговаривал, но я просто боюсь перегрузить тех, кто нас смотрит. И, наверное, если будет огромное количество вопросов, я лучше позову вас еще раз. Ради бога. Буду рад. Если на какой-то ваш вопрос мы сегодня не ответили, обязательно пишите в комментариях. Вам прям супер большое спасибо. Обязательно подпишитесь на Михаила. В описании будут все ссылочки. Просвещайтесь. Короткое такое прям финальное наставление. Тем, кто вот хочет жить комфортной, не хочу говорить счастливой, но комфортной жизнью. Какой-то вот краткий, самый базовый совет, вот то, чтобы вы выделили, с чего начать? Ну, стандартная рекомендация, наверное, всех врачей для того, чтобы продлить свою жизнь, это не надо ее сокращать. Это основа основ, так сказать. Это же замечание. Про здоровый образ жизни я сейчас не буду начинать говорить, потому что это очень много, и, в принципе, эта информация доступна. То есть сон, питание, физическая активность, эмоциональные нагрузки, желательно положительные и разнообразные. И если какая-то проблема есть, ее точно не надо откладывать. Чем раньше и чем быстрее вы обратитесь за помощью при решении проблемы, тем с большей вероятностью ее удастся решить полностью и до конца. Супер. Дорогие мои, традиционно, во-первых, обязательно подпишитесь на канал, врубите колокольчик, обязательно поставьте лайк, если вам было полезно. Я надеюсь, что вам было полезно. Мне кажется, огромное количество каких-то выводов можно сделать. Если вам не понравилось, втыкайте дизлайк, но помните, что мы вас тоже запомним. Самое важное в комментариях, во-первых, пожалуйста, что вот хотелось бы от вас увидеть? Хотелось бы увидеть от вас какие-то выводы, которые вы для себя подчеркнули. На тему того, что вы могли бы улучшить в своей жизни или на тему того, что от чего вам стоило бы отказаться, пишите, обменивайтесь опытом, потому что это самое вообще, что может быть полезно и эффективно. Во-вторых, пишите вопросы для Михаила. Возможно, если у вас будет время, вы на какие-то даже сможете ответить. Я думаю, что это будет ценно и прекрасно. Но это исключительно, если у вас будет время и желание. А во-вторых, если вопросов будет много, то мы, я обязательно позову Михаила еще раз, и мы ответим на ваши вопросы еще раз. Спасибо вам большое. Очень полезно. Надеюсь, ребята тоже оценят. Спасибо большое. Был рад. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok